Игнатий Тихонович, такой вопрос. Как можно получить ваши книжечки в Одессе? Вы были в Одессе, может вы оставили где-то здесь? Да, оставили. Чтобы вы могли скопировать, можно ли взять... Так, если издать, то это надо от нас получить разрешение. А мы его даем. Это зайти на наш сайт, и там они все эти книги есть в пейджмейкере. Поставить программу, готово, бери и печатай. Понятненько, понятно. Зарядите так, Игнатий Лапкин. Сейчас, подождите, я посмотрю, ручку. Так, есть. Вот смотрите, я сейчас вам покажу нашу визитку. На ней это очень ясно видно. Может вам заметно будет? Вот смотрите, можно не переписать. Так, 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 все так. Так, православный и библейский сайт. WW, вот это к истине 1, да, на Ротру? Да, к истине 1 на Ротру. А, ну это я знаю. Но там именно в электронном виде эти книжечки, да, получаются? А они, ну, посмотреть надо. Ну там я посмотрел, там нету, допустим, как вы рассказывали о репродукции рисунков этих, то есть, именно вот эта вот красота. Хорошо, репродукция это... Просто вот у меня, допустим, электронная книжечка, то ваш формат уже она не берет. Понятно. Понимаете? Вот только на компьютере можно. А люди вот в деревне у меня там, в области очень много знакомых, очень заинтересовались, потому что вы пробуждаете сознание к проповеди, понимаете, людей. И таким образом для проповеди эти книжки уникальны. И вот еще нюанс. Возможно ли как-то где-то скачать все ваши видеоролики, но не с Ютуба, а может где-то они отдельно есть, тоже как пособие, чтобы люди учились... Я не могу ответить вам сразу, как это можно и где. Это надо только, если бы у нас были здесь, прямо скачать с наших дисков жестких. Ну да. Вот, например, Стеняева там лекции, например, Алексея Ильича Осипова, они все есть в таком собранном уже формате, и можно их все скачать, чтобы была коллекция. Понимаете? Это очень большой материал. Это сложно, да? Это очень большой. Ну, вообразите, что даже один бывает ролик, 3 гигабайта, а их 2 тысячи с половиной. Понятно, понятно. Как поэтому это все можно. Сейчас вот продают эти терабайты, а не один диск на 2 тысячи гигабайт. Это можно. Ну, диска 3-4 купить, это большие деньги, конечно. Это вы так неожиданно разговор завели. У вас в Одесской библиотеке, центральной, все книги находятся. Центральная библиотека, да? Да, центральная библиотека, она называется, наверное, областная Одесская библиотека. В Одессе мы были. Я подарил во все центральные города. Это в Одессе, в Киеве, это есть в национальной и в парламентской, в двух местах. В Харьковской библиотеке. В Харьковской. Ну, самое-самое приветливое, где мы были, все хорошие, в прошлом году у нас было. Но Харьковский это особенно. Там какая-то библиотека, она как будто бы член семьи. Она выше на улицу, там целует и машет, и крестит. Она, видимо, верующая была. Игнат Ильич Тихонович, извините, сейчас одну секунду, я здесь открою дверь, секундочку. Не уходите. Не заходите пока ко мне. Извините. Еще? Тысяча извинений. Значит, библиотеки есть, да? То есть, понятно. А от вас Николаев далеко? Николаев? Да. Да, недалеко, но километров двести. Ну, я назову где в каких-то. Если бы были в Крыму, в Крыму мы вдоль и поперек, Симферополь, все это прошли. Ильичовск. И здесь, от Киева, на польскую границу, какие встречались города, я везде оставлял. Мы прошли, нынче-то, видите, большой путь до Лиссабона. И начинают находки с Владивостока. Я подаю 444 библиотеки. Книги свои. Целый месяц за вами следил, изучал. Конечно, нужно много времени, чтобы понять, кто вы. Надо как-то вам сократить это время для людей. Так, вы где бываете? Живете в Одессе? Я живу в Одессе, я моряк. Везде я сейчас плаваю, по всем там много людей встречаю. Скажите, вы Mail.ru знаете эту систему? Ну да, да, да. Вот пишите, что я буду говорить. Вы в ней, заведите страничку. Так, завести страницу. Заведите страницу. Вас как говорят-то? Тарасий, Тарас. Тарасий, так, Тарасий, фамилия как? Пикаш. Ну вы напишите потом, чтобы я, а то я глухой, плохо слышу. Пика, Пикаш, Пикаш, не бойтесь, это венгерская вроде фамилия, но я, я наш русский. Хорошо. Православный. Понятно. Закончил заочно семинарию в Одессе. Хорошо, хорошо. Вы тогда, когда создаете страничку, ее там минут 10 заставите. И зарядите Игнатий Лапкин, но там две страницы. Одну ведут там модераторы контрольную, а другая я просто в шапке. А другая с голубем, это я на ней не работаю. Где я просто в шапке? И попросите, друзья, я вас приму, и я вам тогда дам адреса людей. Вы с ними сразу свяжетесь в один день. Ну это, может слышали, в Николаевской области есть доманевка. Нет, не слышал. Ну по карте могу посмотреть. В город Первомайске, знаете? Первомай знаю, да. Вот около него. Я вас познакомлю с одним Александром Цихоцким. А он сразу даст вам адрес одесских наших друзей, у которых в прошлом году мы оставили все книги. Понятно. Что-то у них возьмете. Теперь относительно, вот, если думаете переиздать, то это надо хорошо с нами поговорить. Нет, просто копировать. Ну, хотелось бы ваш получить экземпляр, конечно. Я готов проплатить там. Это почти невозможно. Почему? Далеко, далеко. И вот почему. Потому что Украина входит, я не знаю в какой режим, у нее в 20 с лишним раза увеличится стоимость. Мы посылали в Одессу, заплатили такие деньги, и книги вернулись. Это тогда было еще до смуты. Понятно. И поэтому я их не стал даже брать, они продержали целый год здесь на почте, и тогда мне отдали их. Отдали, а я их там на почте все раздал. Ясненько. Там вы найдете где. Одна из них больная, вторая, они уже пожилые, там 75 лет, и они кое-что могут дать. А относительно вот в том варианте, ну, вот как у нас на форуме стоит, там указанный второй вариант какой-то, ПМ, кажется, три. Надо посмотреть. Вот на сайте. Хорошо, я еще раз гляну. Игнатий Тихонович, почему вы не купите себе наушник для уха, чтобы слышать хорошо? Я купил, он у меня есть, а когда я здесь говорю, мне-то это зачем? Я хорошо вас слышу. Игнатий Тихонович, какой прогноз ваш по Украине? Много есть пророчеств об Одессе, что здесь все будет в таком, ну, скажем так, гореть будет Одесса, в огне будет. И преподобный Кукша это вот предсказал, и наш вот старец Иона, ушедший в прошлом году, который предсказал эти все события, и сказал, что два года еще все это будет длиться на Украине, а потом будет Третья мировая. То есть, как ваш прогноз? Ну, я, понимаете, на все это могу смотреть только с усмешкой. Во-первых, Господь связал нам руки и говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Он пальцы связал. Вопрос окончен. Мы должны заботиться только об одном. Как нам познать волю Божию вот в этой обстановке? Больше от нас ничего не требуется. Почему, спрашивает, постигла Украина вот эта беда? У меня свое введение этого дела. Украина сделалась рассадником всех-всех, какие существуют. Это как помойная яма какая. Там все, 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 все. Даже названий конца края нет. И у них там ставка основная, генеральный штаб у всех. И хини, бенны, там кого только нету. И там журавлев этот свое. И все эти харизматы падают, ползают, вопят орут. Это все Украина сюда дает. Ну вы же видите, даже власть сатанинская сейчас. То есть все они, к сожалению. Да, вот они как раз ввели там к власти, когда там оранжевая была революция. Но у меня определенная строгая программа. Это непрестанная молитва. За ваших правителей мы всегда молились и молимся. И за вашу порошинку, за эту маленькую. И за нашу паутинку маленькую. Мы за всех должны молиться, чтобы Бог их вразумил и дал страх им Божий. А как что будет? А раз это от Бога, мне не надо гадать. Я никогда ничего не прогнозирую. Я заботюсь о том, быть верным Богу. Просто много людей уезжает из Одессы. Понимаете? По этой причине. Пускай сюда едут к нам. Мы же строим православную деревню, знаете? Да, да, я уже все изучил. Если кто думает воспитывать детей в христианском духе, Лучшего просто нигде не найти. Открытость, храм, железная дорога рядом 4 километра. От города здесь, экологически чистый район. Земля плодородная, украинская ни грамма не уступит. Чернозерцы. Понятно. Игнатий Тихорович, как вы относитесь к Отраку Вячеславу? Ваше мнение. Никак. Обман. Обман думаете, да? Обман, сплошной обман. Он ничего не знает. Я все проверил, что он говорил. Это просто обманули людей канонизацией. 1 Коринфянам 4,15. Четко и ясно Павел говорит. Он прямо об этом говорит. Не судите никак прежде времени. Никак это означает ни кверху, ни книзу. Когда Лот догонял Иакова, то ему Господь сказал, не говори ни хорошего, ни худого. Скажешь хорошее, а затем сразу, вот у тебя хорошее, но это я тебе помог. А дальше пойдет. Ничего не надо говорить. Он ничего не знал совершенно. И вы люди обольстили, и матери надо канонизировать. Не говорите, доколе не придет Господь, не явится, не ответит сокрытые во мраке. И мне уже не один раз спрашивают, зачем вам это нужно? Зачем, я говорю? Они не знают. Во-первых, священно начале православной церкви намертво его отвергают. Совершенно. Никак. Смотрят на это, как на грубейшее заблуждение. Это там мать, вот как сейчас Родион, это Родион Евгений, это воин там погиб. Это все глупость на глупости. Господь не позволил этого делать. Кто мы такие? Тогда суда Божия никакого не надо. Зачем суд, когда уже рассудили, где быть? Я абсолютно против всякой кого не канонизации, согласно Святой Библии. Но церковь, которых признала святыми, я им молюсь каждый день. Я признаю. Вы сказали Иона, а я у него там ночевал, мы вместе были, я его очень хорошо знаю. Там был еще в это время отец Андрей, там еврейская была большая группа. Это хорошо знают Тамара и Анна, которых адрес вам Цихотский Саша даст. И вы их там навестите, в Одессе. Кажется, в самом центре они живут. Это люди очень хорошие. Они из сектантов. Мы проповедовали, и они пришли. И у нас в интернете, в интернете стоит здесь, на моем канале, как я в прошлом году был и с ними беседовал. Вы просто зайдите на наш видеоканал и запишите. Тамара Умнова. Умнова. Тамара Умнова. Вот. И она это сразу высветится у вас. А она считалась женой, ну, это фиктивный был брак, Григорий, которого обезглавил Кришнаит. Писали об этом где-то. Да, да, да. Слышал, слышал. Он в моем доме обратился, это двоюродный племянник Суслова, центрального идеолога КПСС. Вот. И его рукополагать, ему нужно было жениться. Я не знаю, что это, почему так. А потом он стал ермонахом. Я их знаю. Анна Вознюк и Тамара Умнова. Вот. Умнова теперь. Она, это ее фамилия была. А так-то она по мужу якобылево стала. Вот. Она болела недавно, сильно обширный инфаркт был. Просили молиться. И вдруг она без всяких дорогих, говорит, лекарств, просто совершенно выздоровела. Так что с ними вы познакомитесь, для вас это будет, близкие друзья у вас будут. Ясно. Спаси Господи. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, почему монахи, вот я слышал беседу с этим архимандритом, он вас там пытался обличить в прелести, во всевозможных состояниях неправильных. То есть, они что, они читают Игнатия Бринчанинова, что он четко разграничил степени совершенства и спасения. То есть, люди обычные, миряне, идут путем спасения. Вы, я считаю, это лучший пример для всех мирян. Мы должны равняться вот на вас, это уровень, конечно, недостижимый, с вашей памятью и опытом, но монахи вообще не должны, по-моему, поднимать на вас голос. Они идут совсем другим путем. Слово другим и означает нехристовым. Ну, путем совершенства, как Игнатий Бринчанинов объясняет это. Не надо объяснять. Игнатий Бринчанинов, канонизация его абсолютно надуманная. Это был сугубо монах, и он ничего нигде не создал. Нигде. Ничего нет. Это все выдуманное. Они отканонизировали, вот это надо теперь то-то вот. А канонизировали Матронушку, надо это. До этого гонялись за Ксения Петербургской, царя Николая. Закончат одно, уже не надо, дальше идут. Ну, это просто люди ничем не занимаются. А как? А вот так, как написано в послании к евреям 13 глава. Взирайте на кончину их, наставника ваших, и подражайте вере их тем, которые проповедовали вам Слово Божие. Они не проповедовали, и подражать им нельзя. Монашество – это сугубо антихристианское явление, придуманное, как протест против обмерщения церкви, когда вышел Миланский Эдикт Константина. Вот как. И полностью церковь обмерщенная, хлынули туда сотни тысяч, и они не знали, что с ними делать. И они кинулись в пустыню, и вот монашество. Я сегодня прослушал последнее выступление патриарха Кирилла на общее, все российское совещание было, как называют он там, сейчас я, что правильно назвать-то их там, игуменов и игумений, вот как. Они весь зал занимают. Они просто сидят и все. Я за монастыри, но не в этом виде. Монастырь означает мона один. Павел говорит, замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Женатый заботится о мирском, как угодить жене. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Вот быть одному и женатым, это очень большая разница. Женатому спасаться, как со спутанными ногами бежать. Поэтому нужно, а для чего, чтобы в монастырях, там, где люди на это себя посвятили, готовить проповедников, благовестников, выполнить миссию, которую Бог назначил каждому. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Все твари, какой твари-то, сидят они за стенами. Я все беру, пример Пахомия Великого. 11 тысяч мужиков монашество нанесло вред, у меня выражение такое, я его, говорит, отшлифовал, принесло вред вот в том виде, в котором оно есть. Больше, может, во сто крат, чем вместе взятое мусульманство, чем масонство, чем Гитлер, чем Сталин, все эти системы. Почему? Там люди выживали, здесь ни один не выжил. Они брали, высасывали самых ревностных за стенами и у них ходили в песок, не давая потомство. Игнатий Тихонович, я пришел к вере через монаха, через священников я не смог бы прийти к вере никогда, потому что их уровень, к сожалению, очень уступал уровню, ну, скажем так, душевной, духовной силы этого монаха, потому что я занимался Блаватской, так попал с детства, Рерихом, экстрасенсорикой, энергетикой, начал воздействовать на людей, двигать людей, там лечить людей, восточные все эти школы, то все то, что я встретил, мне не помогало, никакой священник, никакой проповедник, никто, а вот монах и вот его внутренняя сила, ну, он старчик, он старец такой, он наполнен божественной вот этой энергией, силой божественной благодати, и вот только на этом уровне я, понимаете, соприкоснувшись с этим, я понял, что что-то не так, вот на этом уровне, то есть у священников я ни у кого такого не встречал. Допустим так, нет священников, нет монахов, вы были бы неверующим? Их нет, вы стреляли. я был верующим бы с искажениями, в каких я находился. Потому что Библия не была проникнута в вас, вы не дали им места. Игнатий Тихонович, Библия была моим учебником и настольной книжкой, понимаете, я в ней видел все искаженное, то есть я видел все и считал, что Иисус Христос это лучший, самый сильный экстрасенс в мире. То есть он, допустим, все, что он говорил, я это заменял не божественной благодатью, а все это каким-то образом, ну, враг, рода чешеская, заменял это вот вот этой энергией Чи, Ки, Ци, ну, вот эти все восточные энергии, понимаете, это как бы я все видел, читая Библию. Одна только фраза меня так поразила и резанула, это не если свет в тебе тьма, вот такой момент там есть. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Да, и вот как-то меня это резануло, конечно, ну, ну, а так я не видел совершенно ничего, что могло бы меня вывести с этого состояния, понимаете, но благодаря этому монаху, да, извините, если вам в руки попала бы всего лишь одна молитва, отче наш, это вам было бы вполне достаточно, о чем говорит Бойко Николай Евграфович, вот хорошо его знает как раз Тамара Иоанна, он никакой был там комсомолец, попал в плен и уже дошел до самого уже умирать в плену, в Германию-то, ну, отпустили у него там понос или что было, и он увидел бумажка смятая лежит, но он открыл это отче наш был, он еще не знал, и так это на него повлияло, а потом он обратился, я не знаю, сколько он лет, наверное, 15 отсидел только в лагерях сталинских здесь вернулся, это герой веры, но он был баптист, тем более удивительно, что если они показали такой образец верности Богу и Его Слову, то как с нас спросятся, вера от слышания, от слышания, а что слышания, экстрасенсов, сиси, нет, а от слышания, от Слова Божия, вот я допустим, для меня хватило, чтобы мне дали в руки Евангелие, и прошло не больше полчаса, как хозяева обедали и зашли в комнату, я уже был готовый встать на колени, и в этот день у меня все изменилось, я встал с молитвы, и на себя, который до молитвы был, я смотрю, это совершенно другой человек, это как сал превратился в Павлу, и я только шагнул за борт, когда лоцмолский наш катерок подошел к нашему кораблю, на рейде стояли, я в высшем мореходном учился, я тоже моряк, тем более, я сразу стал говорить, прям сразу первому человеку, живем неправильно, за нас Христос умер, мне не надо больше было никого не слушать, дальше, я стал считать, там много разных течений в Латвии, и я понял, что надо найти, где правда и истина, я не знал, где ее искать, но я сидел за столом, и скатерка была, скатерть, на клеточке, так, ну, я подумал, Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века, во все дни, для меня это были центральные слова для поиска, я понял, каждая клеточка это дни, он был в первый день, во второй, в 33-й, его распяли, он был в 50-й, в 70-й, разрушенный Иерусалим, он был, не одного, во все дни, значит, во все клеточки он был, но когда он был, только одна церковь была, когда не было никаких баптистов, никого, гадать не надо, только здесь, где были христиане, но когда мы пришли в 21-й век, а это было 1962-20-й век, я теперь знаю, он все равно, Господь где-то, но в какой из них клеточке-то, потому что сегодня около 21 тысяча разных названий, этого я не знаю, вот об этом мне надо молиться, и я стал молиться, где, определенно, четко мне сказал, там, где я основал, я посмотрел, 1930-й год, 1930-й, 300 примера названий было, я смотрю, 1913-й, всего 130, то есть, это стремительный рост разных наименований именно в последние годы, я стал спускаться дальше, наконец, нахожу 10, всего лишь 10, я еще ниже пошел, наконец, захожу, одна была, одна до разделения, и вот одна, и мне надо найти толкование, как понимали святые отцы, и я его нашел, вот это вот у меня новый завет трехтомник, который я издал, это лучше за 2000 лет, то есть, я уверенно говорю, им не создать больше, почему там 297 моих комментариев, мы раскрасили, я просмотрел, очень удобно, лучшего иллюстратора Библии, Густава Доррек, 230 картин мы раскрасили в полный лист, это надо увидеть, ну, то есть, в библиотеку пойдете, вы просите, скажи, книги Лапкина, где они, или через Сашу я вас выведу, а может даже побываете когда-то в Доманевке, легче читается, чем вот допустим, классическая, допустим, литература, с феррактом болгарским, у вас очень легко она читается, очень легко воспринимается материал, вот эти выделения очень хорошо влияют, на меня допустим, уникальные, плюс эти картинки, ну, то, что надо, вот я почему так и хотел с вами связаться. Разделение Библии, вот как изданно, но по главным стихам, оно не применялось в прошлом издании, это я разбил и полностью, перекомпоновал, и поэтому пришлось мне перекопа Аммония перевести на главы стихи. Дальше, поставил задачу показать, как блаженный Афеофилак, который в основном на Иоанне Златоусте говорит, как он говорит, особое внимание, любовь к Святой Библии и к проповеди. И вот на эти места я выделил 297 комментариев, я на них дал комментарии, расширяю там, что Иоанн Кронштадтский сказал, что об этом сказал такой-то святой, Григорий Богослов, о чем не говорит блаженный Афеофилак? Вы меня этими задели, то есть я искал, чем мне идти, как дальше, чем заниматься, и сейчас я, похоже, нашел ту линию, по которой пойду. Я не знаю. Там откровение, толкование откровения, впервые за 2000 лет, вот я вам просто говорю, ни Запада, ни Восточная Церковь не издавали в одном комплекте толкование полное на Новый Завет. Оно на евреях заканчивалось, а откровение отдельно. И у нас, вот который в моем доме пришел Менонит, отец Геннадий Фаст, он в патриархии магистр богословия, вот, и он три года просидел, всех святых отцов от первого века взял. И все это, толкование, и современные секты, какие заблуждения, он все это раскрыл. Я просмотрел уже, да, уникальную тоже работу он сделал. Это огромная работа, он начинал в моем доме, вот, и теперь это вот все в трехтомнике. Этот трехтомник, он подарен Путину, Медведеву, Патриарху. Вот, три дня назад только местному епископу я тут подарил. Вот. Это, первый у меня маленький был тираж, тысячи, потом три тысячи сделали. Ну видите, это вам дано от Бога, такая память, дар, вот, видеть это все, создавать, писать, именно такой литературный талант. Ваш уровень недостижим, конечно, для людей, простых, мирян, но мы должны на вас равняться, потому что вы мирянин. Но монашество это другой путь. Хотя сейчас уже, я не знаю, я с вами согласен, монашества уже нету того, Игнатий Прещанинов, Игнатий Прещанинов, он инспектировал свою епархию, как инспектор, епископ проехал. В то время было 1275 монастырей, если не знаете, исчеркните. В России было 1275 монастырей. И он говорит, остались одни актеры, а актер ничего не сделает. Да, да, так и есть. А едва ли четыре монастыря были, в которых теплилась духовная жизнь. А почему? Потому что они подвели Россию вот к этому порогу кровавому. Представьте, 11 тысяч монахов было у одного пахомия. Да 11 тысяч проповедников пошли бы. Что они сделали? Ни одного не послали, как Андрей Кураев говорит. Ни одного Кирилла и Мефодия не нашли. Я кто? Я просто мирянин. Я был в тюрьме, разговаривал с теми, кто сидел, там, священники. Ни у кого этого не было, как у меня. А почему? Потому что они пошли не путем Божиим. Игнатий Тихонович, но у вас нету ни благословения, ни сана, ничего, вы не тайный монах. У меня благословение есть от митрополита, у меня грамота есть на проповедь. Я здесь рукоположен в щеса, щес это ефретор какой-то. Ну да, начальная ступень. Чтобы я мог и имел право в храме во время литургии проповедовать, когда здесь присутствуют епископы. И у меня проповедей только в интернете 1300, кажется, выставлено. Я видел уникально, я вот месяц уже не могу от вас оторваться. Это Господь делает, я своим ничего не считаю. У меня стихотворение написано 3467, по 9 куплетов. И ни одной помарки нету, просто я с чистого листа как будто списываю. Это невозможно. Я поэтому и встречаюсь, а не по одному стихотворению, да у меня, говорит, ни одного такого нет, а он там с такими званиями. А я не, я просто на молитве получил, рука написала, каждое стихотворение 36 строчек. И напротив, в каждой строчке местописание, откуда взята мысль. Игнатий Тихонович, то, что от вас исходит, это сердце не обманешь. Это есть. Я просто люблю Бога моего, Христа моего. Я хочу сказать от себя, что первый раз, когда я посмотрел с вами встречу, то у меня произошло какое-то явление, я думал, что это вражеское что-то, потому что дух какой-то присутствовал. И я сразу все выключил, как слышите мне. Но потом начало уже, как учат нас Игнатий Бринчанинов, к этому подходить, исследовать, изучать, проверять сердцем. И таки, я уверен, что это благодать Духа Святого, так что я доверяю вам, люблю вас. И даже вот пару раз смотрел ваши встречи, там общение с людьми, и на вашей бороде появляется крест постоянно и буква Х сверху. То есть, вот сейчас не видно, может освещение так дает, но вот, допустим, было такое видео, вы общались, был неожиданный гость, тема там была. Да. Значит, и вот там на определенном периоде у вас на бороде постоянно крест, крест, именно вот черные ваши волосы на фоне седых и таких волос, крест. Нет, я не священник. Нет, я просто говорю, крест именно из волос. Я даже фотографии сделал. То есть, Господь показывает, знаки дает мне лично, что вот я равняюсь на вас. Но я понимаю, что у меня таких даров, конечно, нету, я обычный мирянин, но я вижу, что вы без такого особого благословения шли этим путем, и все равно Господь вам дает и благодать, и все-все-все-все, что нужно для того, чтобы нести эту весть святую. У меня грамота на руках от митрополита Виталя на всестороннюю проповедь. Но это позже уже, я имею в виду начальный путь ваш. А, ну начальный путь, да, это у меня вообще никого не знаю. Вы шли сами. Да, внутренним духом своим. Понял, я расслышал голос Божий. У меня сейчас эпиграфом стало Солом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Да, я надеюсь. Пришло сейчас полтора на молитву. Я когда рассказываю, как у меня было и в тюрьмах, и везде, ни у кого этого не было. А почему? Откуда мне знать? Мне некогда об этом думать. Я обязан все минуты жизни посвятить моему Господу. И вы вышли, вот вы думаете, я его искал кто-другой. Это молитва. Вы пришли, потому что я сегодня молился об этом. Сегодня просрела одна встреча с отцом Наумом. Это мой крестник, еврей. Да, видел, видел его. Коган. Да. Фамилия, да. И вот сейчас, вы вчерашнее собрание не видели наше еще? Нет, еще нет. Не смотрели. А посмотрите, там засчитываем письмо, которое он написал в местную епархию. Оттуда приехал сюда архимандрит, и может я буду преподавать место семинария. Это вообще вещь неслыханная даже, потому что они всегда были против. Против, а когда отдельно встречаешь, вот приезжают к нам отсюда архиереи и служат, они ничего никогда не могут сказать. Только за кулисой там что-то. Ну, на это не надо обращать внимание. Лукавый мутит мозги людям. Нет, нет, нет. Сердце вас чувствует, чует, и это главное. Я просто вот все хочу сказать, что я вырос в такой среде атеистической, научный городок, там не было ни церквей, ни проповеди. Я вот очень, меня мучает вопрос, что если бы я встретил такого человека, как вы, допустим, то я бы не наделал столько ошибок. Понимаете? То есть проповедь, я считаю, благодаря вам, это все-таки номер один. Самое главное, чем мы должны сейчас заниматься. Я хочу сказать вам, вы, может, это у меня уже слышали где-то, чтобы вам быть благословенным, исполните два полюса. Первое, и между ними, все остальное. Первое, благословение. Никогда, нигде не проклинайте евреев. Везде благословляйте. А они нас ограбили, они все в Израиль переправили. Я ничего не отрицаю, но мне прямое повеление. Благословляющий вас будет благословлен. 17 глава бытия. Это Бог так сказал. И второе, последнее, плати десятину. Вы обкрадываете меня, говорит Господь. Где вы исповедуетесь? Священникам принеси десятину со всего, что у тебя зарабатываешь. Это она тебе не принадлежит. Господь говорит, меня обкрадывайте, не давай. Почему меня-то? Какое отношение? Мои деньги? Меня. То есть это Божьи деньги украли. Они ему принадлежали. Ты заработал 90, Бог сказал, запишите ему 100, а ты десятку возьми и скорее отнеси. Чтобы она тебе даже не ночевала. Ты дома, если хранишь, тебе нет рядом священника. Складывай в одно место. Златоуз говорит, когда свои деньги у тебя будут, положи рядом. Бог будет хранить свои деньги и твои рядом сбережет. Угу, угу. Хорошо, хороший сын. Евгений Тихонович, а вот припоясываетесь вы все поисками, веревочками. Что это значит? Как это объяснить все с Писанием? Сейчас я вам покажу, как. Вам видно? Да, 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 видно. Вы хорошо запомните два слова. Хорошо, хорошо. Это главная моя жизнь. Христос и Библия. Угу. Я могу стихотворение потом прислать, которое у меня на это... Есть, был такой реформатор, Мартин Лютер, и он сказал, в мире есть одна книга Библия и одна личность Христос. Вот в этом все. И вот вы задали вопрос о поясе. И вы должны сказать сами себе, я задаю вопрос не этому старику, или как ты меня назовешь там, а Богу. Вы проводник, проводник между Святым Писанием. Богу, Богу, Богу задайте вопрос. Вам нужно знать Божий ответ, нечеловеческий. Так, именно так. Божий ответ мы можем узнать только из Божьего слова. Божьим словом называется только Святая Библия. У ней три названия. Священное Писание, Святая Библия, Слово Божие. Все, другого нет. Все остальное это будет священное предание, каноны, соборов, жития святых, но это не Слово Божие. Хотя оно тоже от Бога, но не называется так. Так вот, в Слове Божием слово пояс встречается сто одиннадцать раз. Ну, надо посмотреть еще раз сейчас. Прям минутку только подождите. Не важно, я доверяю вам, доверяю, Игнатий Тихонович, не переживайте. Сырка 109 или 111 роли не играет. Я доверяю вам, да. А без пояса, без пояса только один раз. Когда наступал там Рапсак, военачальник Синахирима, ему Иезекия говорит, не хвались подпоясывающейся, как распоясывающейся. Почему? Потому что на поясе висел меч, подпоясывающийся мечом. Но мечом нельзя думать, что он согнул меч и попоясывался. Это пояс, на котором как наган висит у милиции, там где на поясе это все. И ты только идешь на войну, уже хвалишься, распоясывающийся хулиган. В поясе был Христос. Христос. Написано. И видел я его в Откровении первая глава. Ангелы с поясами. И дальше мы по порядку считаем. Апостол Павел говорит, когда он проповедовал, в это время пришел пророк Ага, взял пояс и говорит, чей этот пояс? Того так свяжут. Чей это был пояс? Павлов. Петр, 10 глава Деяния апостолов. Он находится в тюрьме, ангел пришел и говорит, встань. И дальше припояжься. Первое, что опояжься. Да значит, пояс был у Петра? Был. Теперь пророки были как? С поясами. Иоанн Креститель как? Верблюжий волос, одежда и кожаный пояс. Без пояса не было никогда. И вы сейчас это услышали с сегодняшнего дня. Вы себе поставьте эту хохлядскую породу выкиньте из головы. Это у них брюки заправляют. Это немецкая форма. Мы не подражаем никому, то, что написано в Священном Писании. Я и про бороду вам докажу. Это из Священного Писания. А не потому, что мне нравится. Про бороду уже прослушал. Держусь теперь вашего совета. Как только вы зайдете сейчас ко мне в Мейлру сразу, я вам присыплю эти материалы. Кроме того, на сайте, когда зайдете на сайт, вот Игнатий Лапкин сайт. Сразу зайдете. И там где книги, а тут прямо раскрыто к истинному православию. Вы ее только ткните, и она откроет оглавление. И там написано о бродобритии. Обязательно прочитайте. Уже все пересмотрел на эту тему. Значит, пояс это есть образ Иисуса Христа. Конечно. Он так говорил. Если брит, это две мамы в доме. Папы нету. Понятно, понятно. Я согласен на все сто процентов. Давида, когда у него отбрили полбороды слугам, которых послал он к царю Амнону, и он их не запустил в город, пока не отрастет борода. А куда? Верихон город проклятие. А мы идем не в земное, а в небесное. И что интересно, когда у Якова дочка Дина пошла, залюбопытствовала там, ее Иеморов, там, Сихем, сын Иеморов, княжеский сын, изнасиловал. И написано, она была обесчищена. Так, так, так. Обесчищена. А когда бороды сбрыли, написано, они были очень обесчищены, усиливающие. То есть, это больше, чем изнасилование. А человек берет и скребет себя. И при том, не надо подправлять. Какая она есть, такая должна быть. Вот, которая сказал, патриарх Кирилл, просто заведите совещание Кирилл и на Кенокине. И там сидят, и иные сидят, у них борода примерно вот такая вот. Какой есть. У Маха, там, у Ануфри, она была до земли, у другого до Лядвия, ну там, до пояса. У другого была по грудь, у другого была просто широкая серповидная. И описано как. А продобрите, я вам сразу же скину материал. Даже он у меня более усилий. Я целый ролик, ролик просмотрел ваш, целый ролик. Там, по-моему, 40 минут, по-моему, идет. Да. О бороде. Игнатий Тихонович, ну я вот все-таки хотел бы вернуться к этим двум путям. Путь совершенства и путь мирянина, просто спасения. То есть, изначально путь спасения, вы правы в этом. А совершенство, это уже совсем другой путь. Может отвечать всем монашесским. Повторяю, совершенство, это жизнь. Совершенство не в уме. Переходите от веры в веру. Вчера тебе не постижимало, как это, а сегодня ты даже про поезд будешь понимать по-другому. Если человек только сидит в себе, совершенства нет. Это обман монашеский. Это мертвое совершенствование. А я буду все время молиться, буду творить Иисусову молитву. Все время творящий Иисусу молитву Ихазма. Это неверие. Это оглашение. Мы нигде не видим, чтобы апостолы все время Господи помилуй, Господи помилуй. Он воззвал, Господь услышал, прощенный, теперь идет и поет Аллилуйя. Ну а непрестанная молитва? А вот эта молитва непрестанная означает непрерывное у тебя идет благодарение и словословие. Мы прощены. Молитва трех ступеней. Первая просительная. Дай, помоги, сохрани, благослови. То есть дай все. Вторая ступенька, это выше поднимается благодарение. Написано первым посланникам 5.18. За все благодарите. За то, что у тебя сын родился, за то, что его убили. За то, что он упал с крыши. За все благодарите. За мир на Украине и за войну на Украине. Благодарите. Война это не самое страшное. Самое страшное пленение. Когда в плен пойдете. Тут война, вы маленько прикрыли, где-то ночевали. Там ничего этого нет. Израиль это претерпел. Псалом 136. Третья ступень еще выше. Это словословие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и приз нововеки. Копамини, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже. В этом вот надо переходить все время к третьей ступени. Все время. А не то, что дай, дай, дай. Ты прощен больше. В церкви вот это, Господи помилуй, это монашеское неразумие вставило. Их нельзя выкинуть слова. И не уберешь и ничего. 40 раз. А у армян 100 раз надо говорить. Библия больше двух раз не повторяет нигде. Нигде. Этого нету. Это выдумка. Чистейшей воды. Ты прощеный. Написано радуйтесь и всегда радуйтесь. Это говорит апостол Павел к своей пасте в послании к филиппийцам. Радуйтесь. Он в это время сидел прикованный за кольцо к сырой в стиле. А рукой написал 13 раз в одном послании радуйтесь, радуйтесь, со мной сорадуйтесь. А эта радость не будет от того, что ты согнулся и сидишь там. Идите, как торжествующий победитель по миру. Свидетельство о любви Божией. Вот я дальше хотел вам сказать. Вот я сижу в тюрьме. Потом я, когда вернулся, я беседовал со священниками Глеб Якуниным, 7 лет там был. Кто сидел? С кем-нибудь? Было, как у меня? Ни у одного они даже, говорят, мы такого не слыхали. А как? Я захожу в камеру, перекрестился, мир дома сему. А камера 70 человек. Она перегружена в три раза. Сразу замолкла все. Курят все. Теперь каждый вечер с 8 нашли три человека, они курят, которые. Они тщательно вымоют руки, старший пахан называется. Он следит, лежат, ни один не закурит. С 8 до 10 до отбоя в тюрьме это моя проповедь. В это время открываются двери, охранники с двух этажей стоят около дверей. И каждый день с 8 до 10 я проповедую, стою. А днем до 3-4-5 раз я остановлюсь на молитву. Каждая молитва час-полтора. Псалтырь это за два дня просчитываю, Новый Завет за неделю. И это не то, что в тягость, я как на крыльях летел. Это Бог так сделал. И следователь обратился, следователь принял полное крещение, который меня допрашивал. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Я был в ташкентской тюрьме и утром я на молитву прилег ночью-то и говорит, вы сегодня ночью молились, там, говоришь, 7 человек позади вас молилась. Можно мы тоже встанем? Я не зову ничего. Что? Вот это пример возрастания. Я каждый день благодарю Бога Господи воздай добром тем, кто трудился над моей душой, над ее возрастанием. Я 7 раз в день молиться должен. 7 раз. 7. Не считая утренне-вечерне молитву. А 1 раз что он означает? Означает три святоя, Царю Небесному Утешителю, да Отче наш, и Отче наш, и 100 поклонов. И у меня это все написано, я вам пошлю. Это 10 поклонов Господу Иисусу Христу я вкладываю в мысль. Я смотрел, смотрел, да, ваш ролик смотрел, как молиться. хранитель, святым, мученицам, мученицам. Я православный. И поэтому поклоны нужно совершать четко на лоб, на чрево, на чрево, где у тебя пуп? Направо, и налево, не сюда вставать, как патриарх, а вот, как Путин крестится, вот так, он четко крестится. И тогда поклонись так, чтобы рука могла пол достать, а пол не доставай. Ну, проверить себя. А если земной поклон, значит, руки на пол, головой до пола, коленами до пола. Почему? Перед Богом написано, женщина, кланяясь, Христу просила за свою дочь, кланяясь. Это поклоны по Писанию. Сектанты этого не знают. А еще я буду пасы соблюдать. Разговаривать не надо, потому что вы православные, я от вас услышал это. Не отлетитесь от этого слова. Это говорит, вы приняли все православное. Вы приняли. Вы обязаны посты все соблюдать. Обязаны. Среду, пятницу, у меня в лагере даже, где не разрешено растительное масло, у нас не будет его. Я заменю чем-то другим его. Отдельно пирожки испечем. Вот так. Ну, вот в море я когда, допустим, поститься там не получится. Получится. Как быть? Хорошо. Я был в тюрьме и постился, как так? Я был в лагере и постился, я был на корабле работал и постился. Мне не надо никого примеровать. Я сам пример. Почему? Потому что я живой перед вами. Вы на другом уровне, Игнатий Тихонович. Нет, это не уровень, это страх Божий. Допустим, вы на корабле. Страх Божий имеет свои степени. Какой корабль? Костер, костера обычно, сухогрузы, небольшие, немецкие. Ну, я на разных был. В основном мясо. Там готово мясо. Мясо не ешьте, а суп съешьте. Мясо не ешьте, Суп на мясе. А? Суп на мясе, бульонный. А по обстоятельствам. Но вы, вы заранее берете и говорите, господи, прости, по-другому у меня ничего нет. Нет, перейдите на один компот. Я вам льготный режим даю. Понятно, но работать надо, физическая сила нужна. Я как-то приехал с отпуска, капитан Фролов и говорит, приехал ты вот, что ты теперь будешь делать-то здесь? А у нас там двухпудовые гири, а я очень спортивный был, я как взял, и начал им показывать, там до 40 раз. Сел, вот так, задом, из гири двухпудовые. Я говорю, давай своих сильных-то, которые не постятся. Ты никто не мог поднять, а ну ладно тогда. Ну вы другой, у вас другой уровень, поймите. Это было у меня в первый год, как я обратился, в первый год. Мне было 23 года. Ну не знаю, ну природные качества такие. Не делайте себе льготы. Ты скажи так, апостол Павел сказал, я смиряю и порабощаю тело мое, тело мое, порабощаю, дабы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Поэтому, прочь разговоры. А как? Да как Бог сказал? Так и делай. У нас церковь православная, это любящая мать. Она нам плохого не советует. И поэтому среды, пятницы, все посты выпишите. Я вот пошел когда в тюрьму, я выучил, Пасха, когда будет на 20 лет вперед. Я думал, лет 20 дадут, я сидеть буду. А я там все распространяю, копирую от руки, всю тюрьму наполнил. Это Господь делает. И вы все это делаете с радостью. Вы помните, как отроки, которые были в плену, книга Даниила-то. И они сказали, с царского стола мясо не будет мяса, только овощи. А он испугался, который за ними там был. Да кого узнают, вы похудеете, у меня тут что будет? А ты проверишь, месяц пройдет. И когда их проверили, у них тела лучше выглядят, чем те. Вот и все. Ну еще момент, иностранцы, понимаете, начинаются конфликты на этой теме. С постом там. Уже было, уже есть. Я решил на иностранном самолете Finnair в Америку. И в это время, в то время я еще довольно сносно владел английским языком, я самостоятельно языки учил. Да, я слышал, вы умница, вам дано. Ну, как к естам. В это время она разносит там сосиски что-то, а я ей говорю, а нам не положено, у нас пост. Пост? Это по-английски я говорю. А что можно? Я стал говорить, ну что там, овощи. Так я заметил, они к ним подошли два раза, а ко мне четыре раза. Они там мне и какие-то там мороженые, это клубника, и орехи шелушеные грецкие, еще-то найдут, пошепчутся, опять мне несут. Им интересно. Я лежу в больнице. В больнице, вообще у меня, я связан, у меня разрезанный живот, на завтра приносят, кашка манная там. Я посмотрел, говорю, а сейчас на молоке нам нельзя. А как? Ну нельзя. Да вообще, отдельно готовить будут. Да не надо готовить, я так прожил. Как прожил? Да у нас через пять дней, я говорю, пост кончается. Пять-то дней, я их отмахну. Как они заходили, вот несут кашу, а что вам можно? Я говорю, картошку нечищенную сварить. И манку сварили на воде. Какие-то там фужеры принесли, томатный сок, еще что-то. Вообще, Бог делает так. Так что другие уже стали смотреть, им молостное дали, да хуже. Это Бог делает, я не просил. Геннадий Тихонович, такой вопрос, еще может быть, что новое скажете, интересное. Насчет курения, сын курит, не можем никак отлучить. Не отлучить вам его, вам его не отлучить. Так сильно уже плотно сел он. Вы еще благодарите, если не наркотики. А в компьютерные игры играет? Уже меньше, но меньше. Это страшнее наркотиков. Страшнее. Не выйдет, так и будет курить. Даже не пытайтесь, не надо. И вы ему дайте понятие о Христе, чтобы он поверил, что тело наше, а табакокурение как раз у меня там в этой кристином православии. Почитайте. Как откроете? Я там привожу все, Минздрав, что пишет, 12 лет отнято от жизни, а сегодня, говорят, почти 20 лет. Да это ужас, это страшно. И уста курящего демонская кодильница. Наша храм, тело наше храм. Как я могу Божий храм разрушать? Ты за это, сынок, ответишь, это самоубийство. Ты ему с этой стороны говори, а не просто так брось курить. Уже говорил и брошюры, и все, но зависимость, видите, там... Не надо говорить зависимость. Наркотик. Это рабство. Рабство. Это рабство греху. Это зависимость, это не выражает оно истины. Это рабство. А почему? Потому что сатана не творил нас, Бог. А раз сатана не творил, он и не жалеет. Это не его квартира. Вот человек живет на квартире. Вот крыша прохудилась, он кровать в сторону, чтобы не капало. Капает, пойду на другую квартиру. Сатана одного задавил, отравил, зашел в другого человека. Ему какая разница? И ты ему дай, скажи, ты пленен этим, сынок, я тебя не для этого на свет пустил. Давай помолимся. Не надо это делать. И ты посмотри, вот берут где-то, вот у нас, допустим, в краевая больница и везде по коридору идешь, написано, лечение, курение, несовместимое. Везде, афиши. Курение. Давай фотографии сейчас везде, да. У меня плакат есть такой, молодой юноша стоит, улыбается, еще здоровья, а двух сторон черти рогатые с хвостами, папироски в рот суют. Так и есть. И так написано Минздрав. Вот и все. Кто это делает? Тот, кто нас не творил. Кому все равно, мы умрем сегодня или подохнем через час. А Бог продляет нашу жизнь. Мне вот 76-й год, я никогда не думал, что столько доживу. У меня запрещаем, это что у меня руки все выверщены, едва могу пиджак надеть-то. А мне никакой нужды нету. У меня голуби, я только на крышу, с крыши на голубятню, по улице, летом гоняю на велосипеде. Почему? Это интересно. Игнарий Тихонович, такой вопрос. Кришнолиты, допустим, допустим, все эти сектанты, допустим, все-таки Библия почему-то не не дает такой эффект. Ну, если вот им Слово Божие говорит, зачитывать, объяснять, все-таки не проникает почему-то. Понимаете, вы об этом не говорите. Дальше не надо говорить, я прерываю вас, чтобы время не тратить. Дело в том, что нас Господь послал благовествовать. Идите и сейте. А взойдет или не взойдет от нас нуль. И говорит, сеющий и поливающий ничто нуль, а все Бог возвращающий. Кого коснется, одно мое слово его сразу возродило. Другое рядом, у меня мой родной брат запился, я ничего не могу сделать. Он ничего не принимает. Это у него такая прописка в аду, он не на небе прописан. Это его роль, он ее выполняет, что ему назначено. Господь говорит, Якова я возлюбил, а Исаава возненавидел, когда они еще не родились. Они двойняшки были в утробе матери. Да где же справедливость? Апостол Павел говорит, а ты кто, что споришь с Богом? Разве горшечник не может сделать из глины хороший, плохой сосуд? Ну и все на этом. Ты благодаришь, что тебе Бог открывает. Ты имеешь доступ даже к нашему сайту. Такое сокровище. Да, благодарю, благодарю, Господи. На YouTube зайди. Там сколько ты получишь всего? Да, да, уже получаю. Очень-очень вам благодарен. Игнатий Тихонович, много лета вам. Крепкого здоровья. Спасибо. Всего самого хорошего. Простите, что побеспокоил. Нисколько. Никогда не просите прощения. Для меня это в радость. Тем более до вечера, когда у меня назначено где-то. А сейчас у меня большое окно. Я уезжал тут в милицию. И никого тут не занят. Я пришел, и вы сразу ко мне приходите. Вы пример для подражания. Это однозначно для всех мирян. Вот должны... Это должен быть наш уровень. Серьезно вам говорю. Но это недостижимо. Вам дан дар памяти, понимаете? Дело даже не в паре. У меня нет такой памяти. Вот цитаты... А вы знаете память больше всего от чего теряется? Слышали? Да-да-да. Зубы вы рассказывали. Я знаю. Но главное это блуд. Если вы до женитьбы познали женщину... Я был страшный блудник. Вот в этом можно. Еще спрашивают. Дырявые мозги, как мыши, крызы, сыр проели. Поэтому попроси прощения, что у тебя было. И скажи, Господи, я благодарю за то, что есть. Что ты еще дорогу домой находишь. Что ты еще за борт не прыгаешь, думаешь, что там асфальт. Ну как моряки, вы же понимаете, безбожники. Самое блудное население. Безбожные просто. А так если дать проповедь... Я вот начал немножко проповедовать, но останавливает мысль, что мирянин не имеет права проповедовать. Это бросьте. Это лукаво. Стеняев. Олег Стеняев сказал, что мирянин не имеет права проповедовать. Вы бороду больше не трогайте. Бороду не трогайте. Все, все, понял. Адмирал Макаров какой был. Дальше второе. Что скажу, послушайте, застегнитесь на верхнюю пуговку. И больше никогда не расстегивайте. Сделайте так, чтобы она была застегнута. Галстук не надевайте. Вот все, вы уже будете другой. Почему? Это вы все время собраны. Ну, перешейте там ее, чтобы она вас... Да, маловато. Я теперь сделаю, сделаю, обещаю. Сегодня же сделайте-то. Вот меня в армии... Я увидел, как одного наказали за то, что воротник расстегнут. Я застегнулся и уже 60 лет не расстегиваюсь. А зачем? Я сначала не знал. Знаю, что масонский галстук заменяет крест. А теперь, когда галстук, они застегнуты. Как только нет, сразу расстегиваются. Вот они все. Все вот так вот. Ну, женщина понятно. Она хочет показать, чем привести к мужчине. Да, да, да. Сделаю. Не надо. У тебя застегнуты и навсегда. Это собранность. Спасибо, Господи. Благодарю вас. Нельзя было этого делать. Ну, моряк, там понятно, тельняшка закрывает, гюсть вес такой. Да, сейчас этого нет уже. Я море любил. Знаете, на берег, когда списался, ушел, потому что там трудно было в этом плане. Я тосковал. У меня есть стихотворение такое, как на море. У нас случилось большой шторм был, и мы тонем, обледенелый, и все остальное. Хотите, я могу даже найти его, просчитать. Для меня море, Игнатий Тихонович, это как бы я воспринимаю как наказание Божье. Нет, нет, нет. Я там не по своей воле. Я вообще фельдшер, медработник. Так все сложилось. Флот. Да. Так, я сейчас... Для меня это еще не стоит найти, у меня все подготовлено к этому. Сейчас только одну минуту. Говорите, пока я слушаю. Ну вот, мучаюсь, страдаю в этом море, но смиряюсь. Считаю, что Господь послал эту ситуацию, среду для смирения. Как раз книги там хорошо почему-то воспринимаю. Тараси, послушайте, я вам прочитаю. Да, да, Игнатий Бутиньев. Рыбацкая шхуна с волнами боролась, стремительно крен возрастал, смятение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала, был лопасти виден плавник, как туша убитого кем-то финвала, корабль под ударом и снег. Остались минуты, а дальше развязка, объятия холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой о чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне, на жизненной грани, на жутком изломе, на вечной девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом волну. Иные от страха сидеют в минуты и умерли прежде конца. А есть, кто не выше совсем из каюты, призвали на помощь Творца. Молитва и в грохоте волн прерывалась и глохла под тяжестью волн, а руки их неба с тоскою касались, стучались в небесный сион. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я улег за собой. Спаси Господи, спаси Господи. У нас родственники в Барнауле есть. Если здесь начнут бомбить, будем туда ехать. Давайте. Так что у меня дыхательная система слабовата и там морозы, то что вы скажете по этому поводу? Я смотрю, у вас тоже нездоровые. Живете? Мы же живем. Ну, живете. У нас летом до 40 градусов иногда доходит жара. А зимой 40-45 бывает иногда, но сейчас зимы стали более мягкие. У нас все растет. Сибирский народ особенно в войну вот когда под Москвой это в основном одетые в полушубки сибиряки это совершили отброс. А немцы мерзнут. И другое. Сибири славятся доброжелательством. Гостей там угостить, принять и проще. В центре России там более замкнутые люди. А у нас все на распашку. Любой. Просто так принято. Почему? Потому что по-другому не проживешь. Такая обстановка и проще. Я на вас и вышел при этом. То есть решил посмотреть что такое Барнаул потому что там только родственники у нас в России. И вот на вас попал сразу. Так вы Тарасе имеете в виду что если у вас будут такие люди которые будут собираться вы их сразу выводите на нас. Которая православная. Пять условий чтобы было. Не лгут не пить не курить не материться не воровать. Уже одной семье сказал так. Сказал. Если они будут сюда к нам приближаться надо думать как чтобы тут у нас тут есть миграционная служба как гражданство оформить жить по-христиански у нас храм все учителя верующие там всего-то ничего меньше 30 людей но мы сохранили то что было заложено вначале на старинных благочестивых русских обычаях. Самое уникальное я вам скажу со стороны что меня поразило вот то что вы снимаете как люди просто одеты как люди садятся как люди берут просто книгу этого всего нету православных семей люди собираются пьют чай кофе там ни о чем говорят а вот именно вы показываете как это должно быть это уникально вот я бы хотел эти все ролики как-то записать хотя бы вот как я понял с ютуба проблема и он показывает показывает чтобы люди это воочию вот как вы с мусульманинами с мусульманками этими общались вообще уникальные вещи я у вас научился что как использовать слово божье как библию как давать читать то есть пособие уникальное никогда не нападайте на мусульман нам надо учиться нет 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 вот вы тут стоит мула это не просто человек это мула я понял я говорю на основании одного места начинаю что у нас сходится в этом возмездие за грех смерть они согласились а дар божий во христе иисусе вот теперь им зарядка дана теперь думайте меня не поставлено обращать мне поставлено в обязанность свидетельствовать рассказать а почему потому что неснабженная благодатью нерастворенной веры слово не дает рассказ а растворит он веру значит это пало на плодородную почву я вот я вот издал книги это у меня 90 процентов книг я сразу бесплатно посвящаю для бога вот и два и два возвращаю хотя бы на что-то маленько у меня минимальная пенсия как у бомжа 5 тысяч 112 евро получаю в месяц вот и все но это и поражает что вы ваш внешний образ жизни поражает меня сердце прикипает к вам понимать когда видишь священника это не мое поэтому я когда людям говорю а еще я должен попам давать деньги да 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 для меня это непонятно я когда услышал я вот рассказываю я услышал только один раз десятина я бы заревновал я буду давать 9 я вот 100 заработаю 90 на дело Божие и прожил 53 года в этом накале ни разу не изменил это бог делает а вы хвалитесь написано Павел говорит знающий бога хвалится богом что он знает я его знаю я его люблю и покорился покажи говорит веру твою без дел твоих а я покажу тебе из дел моих яков что вы так боитесь я людям говорю я буду говорить да никто так не живет как не живет я так живу и для меня это не в тягость а в радость соблюдать все посты свидетельствовать что была ночная молитва вы работаете на хорошем месте апостолы Христовы тоже были на море но вот я вам прочитал стихотворение вы видите что-то писал моряк конечно конечно вы только понимаете эту душу морскую были там были поэтому теперь я буду спокойной душой там проповедовать ребятам говорить потому что вот этот момент мирянин и священник меня он убивал и я не мог ничего сказать никого не слушайте вы получите полную награду у вас есть люди вы сами подумайте будете когда говорить в первую очередь скажите вот этот мир красота какое море прекрасное а как она наполнена разными тут и дельфины и рыбы кто это сотворил звезды ну не могло же само по себе и вы подведите к тому что признание бога а если он бог есть невидимый вечный в который все народы мира верят просто объясняйте им теперь не мог же он бросить свое творение создать часы и растоптать ногами а человек какое сложное творение вот это все компьютеры мира не могут сделать то что я делаю сейчас разговариваю реагируя конкретно на вас где за жест мимику язык я ни о чем не думаю все естественно я потребил пищу она разложится там на кровь на ногти на волосы на все что надо кто это сделал и когда люди это знают тогда скажите он оставил нам слово свое как надо жить и назовите это святое евангелие святая библия а дальше возьмите маленьких евангелий достаньте где-то пойдите к баптистам где-то узнать и купить это не проблема у меня здесь я живу возле пяти монастырей у нас здесь это поставлено очень хорошо просто люди сразу ставят такой вопрос да ты все красиво говоришь почему же этому не следуют священники сразу вот я с этим сталкиваюсь в первую очередь я не поставлен смотреть за священниками а он за мной поставлен смотреть он пасты а я овечка я работал сторожем и мне не давали работать я прораб профессиональный строитель но я работал песняком 40 лет и мне очень прекрасно было это и денежно и люди благодарны и я везде найду себе работу хоть у вас хоть в Москве надо уметь жить я говорю красиво и интересно в бедности какой и каждый день за это Бога благодарить что я благодарю Господи что я не богатый я благодарю Тебя Господи что я не высокий рост там метр семьдесят два Господи я благодарю Тебя что я такой некрасивый я за все Тебя благодарю так как раз вот я с вами говорю у меня сердце теплом обдает все время даже вот по скайпу я вот чувствую от вас тепло исходящее это благодать я чую это так что я не знаю интересно мы сидели тут под березкой у нас вот это место где я сижу это я его для слова Божия нет ус там открытый там видите как я сидел как суды были у меня и он зашел один директор магазина тут один из центральных магазинов зашел вот так в ограде там ой какая у вас аура аура я говорю какая так понимаете там теплом как это я говорю тут у нас молятся это не наше это Господь делает вот вы сказали как кришнаиты не обращаются кришнаит это все полностью на 100% от сатаны и там пробивать надо а как обращаются понятия не имею вот некоторые проповедовали и ничего не получается а тебя позвали ты сказал он обратился как не знаю я ничего не знаю я не знаю его состояние обратиться не обратиться я выполняю поручение моего Бога и говорю о любви Божией что он придет судить мир и нам надо подготовиться попросить Бога дать рождение свыше первый вопрос и второй быть движимым Духом Святым два вопроса разреши и все остальное между этими полюсами я вам очень много сейчас наложил уже успевайте теперь я очень вам благодарен это это мне очень очень приятно что вообще мы с вами встретились это чудо такое маленькое вот вы теперь будете когда и у вас будут возникать вопросы по благовестию записывайте теперь считать будете писание и не найдете ответа записывайте и когда встретитесь выйдете тогда все это сразу у вас одно за другим пойдет и мы в течение часа все разберем вопрос а как вы ко мне вошли то где вы взяли мой пароль но я вам значит в скайпе нашел вас и послал свое предложение чтобы вы меня приняли с вами поговорить и вчера уже ответили вы и вот сегодня просто позвонил вам или я без пароля вошел что ли понял понял или у вас пароль стоял я не один здесь у меня брат который снимает его сейчас нету у меня автозапись идет так что вы никогда не противоречите этому это на пользу людей и через неделю я это пошлю нашему брату который парализованный лежит в Краснодаре Сергей он это уже обработает и выставит и вы себя поувидите у нас ничего плохого не было никогда записи не бойтесь нет я этого не боюсь Геннадий Тихонович мне нечего бояться просто такой момент еще что если вдруг действительно это там выйдет то люди которые увлекались Блаватской Рериком всеми этими экстрасенсорными вещами кто людей там лечил и кто ходит по всем этим коре экстрасенсам то очень помог мне лично Игнатий Бринчанинов третий том он там раскладывает по полкам что это такое и действительно человек начинает понимать где и в чем он варит Серафим Роуз много об этом говорит да и Серафим Роуз так что если так кто-то услышит помоги Господи на благовестие ни тот ни другой не может сказать монашество загубило в них этот главный талант на благовестие ты должен ну как как мне кажется все таки монашество это просто другой путь это путь выдуманный людьми добавлять нужно это другой путь в другом направлении которое говорил Христос Христос говорит идите по всему миру а они говорят из мира надо собрать и спрятать за стенами ну больше не надо ничего объяснять это антихристианский путь а что это путь на другом уровне на уровне духа на уровне невидимого мира Геннадий Тихонович Господь судить будет не по уровню мира не духовного а будет судить по слову своему запишите я вам скажу Евангелие от Иоанна 12 двоеточие 48 1248 Господь говорит я не сужу вас слово которое я говорю оно будет судить вас в последний день оно оно но смотрите у вас есть дар речи дар памяти а у другого человека нет этих даров у него есть дар молитвы ну странное рассуждение да молитва это дыхание дыхание ну видите многие не могут молиться они не понимают что это это неправда это неправда скажите вы маленькие были у матери просили чего-то конечно конечно ну мы у Отца Небесного просим или у Отца вы просили молитва это дыхание души это этому это не надо то что одному дано не дано молитва дана всем до одного но вы молитесь и у вас деньги в карманах появляются а другой всю жизнь молится отчетесь назад еще близко не наступайте а там сильно пол леса срезает да вот так сидите да вот нужно сказать следующее что Бог сказал поэтому будет судить а не так что вот они ушли в монастырь они молятся а я что делать пришу или а что только митингую на улицах я постоянно молюсь у меня нет времени вот мы работаем допустим нынче мы работаем в лесу валим деревья сейчас прошел ребята все на молитву все помолились проходит полтора часа мы опять все на молитву опять проходят опять все мы на молитве где они это знают а когда труд и молитва откуда известно житие святого Антони я же 12 книг жития насчитал златоусы я говорю со знанием дело я вам доверяю верю верю и поэтому труд и молитва Господь не заповедовал прятаться а говорит ты имеешь молитвенный дар и ты спрятался ты за это ответишь и в ад пойдешь почему это единичные случаи Игнатий Тихонов это талант зарытый Бог Богом не зарыт а идти надо его распространять но Марии Египетскую что же видите не послали на проповедь а был голос иди в пустыню Мария Египетская это не Мария Магдалина это выдуманное все это уже монахи придумали наканонизировали Мария Магдалина вот образец она бежит не но это я за исключение говорю я считаю что это просто исключение а в общем должны идти тем путем о котором вы говорите если бы мы были все свидетелями о Христе 2 миллиарда мусульман были бы православными это что помешало бы но какими православными 4% из православных только знает что такое православие большинство не знает что это вообще такое он умер в 632 году Мухаммад это Магомед 6 столетий прошло и никого не послали ни одного чего еще говорится и вот теперь все эти монастыри египетские ничего нету все мусульманство весь восток все мусульманское но может в этом промысел божий все таки понимаете вот у нас пьянство промысел божий это промысла божий на это нет это Бог знал что это будет но за это я взыщу если по вашей вине погибет одна единственная душа говорит Иоанн Златовус всей жизни вам не хватит злоснищенники рассчитаться за нее за нее умер Христос а их умерли миллионы кто революцию-то делал-то кто делал православные которых не учили и они взяли завилы перекраивать мир да Никон Воробьев об этом очень хорошо пишет что он на законах божьих это было насмешки над законом божьим он даже без вери к атеизму пришел почти был уже выступает где-то Андрей Кураев вы его слышали знаете да и он говорит а вы знаете кто самый знаменитый выдающийся миссионер нашего столетия современник он говорит я знаю он у меня приезжал книги брал называет меня я таким себя не считаю я никаким себя не считаю просто я живу свободно я молюсь и спрашиваю что мне делать сейчас что делать а как вы узнаете на сердце бог положит я открою слово божие я по слову божию увижу поэтому монахи молятся за весь мир а я что за половинку мира молюсь я каждый день молюсь за всех президента за патриархов за папу римского за Горбачева за этого Невзорова какие только я всех помню за всех молюсь произношу их имена но смотрите вы молитесь да но ваш уровень молитвы все равно допустим не такой допустим как сила молитвы отца ионы например я могу привести факты откуда знаем откуда ниоткуда мы это не знаем по плодам по плодам ну например смотрите когда бесноватые приходят в храм и он молится они не выдерживают этой молитвы и выходят и опять беснуется я это очень все хорошо знаю но именно это и факт того что молитва другая сила молитвы другая Игнатий Тихонович не то что она хуже или лучше нет нет пояснить вам Тарас я хочу сила молитвы заключается в том что мы выполняем слово Божие и нам достаточно в монастырь пошли люди в монастырь смелые сильные но они очень слабые были духом они не смогли в этом мире спасаться святые отцы это осуждали Господь говорит я не молю чтобы взял из мира но чтобы сохранил от зла где? в мире это путь Христов в монастыре хоть и он хоть и Игнатий Бричинов это не Христов путь но это как бы оранжерея как Алексей Ильич Осипов сравнил 12.48 прочитайте Бог будет судить по слову своему прочитайте слух теперь у вас есть поисковик библейский? нет нет я еще найдите его поставьте себе в интернете я посмотрю да я посмотрю сейчас что-то назовите мне какое-то место я сейчас найду в течение одной минуты это ну вы готовы там любой найдет любой любая бестолочь вы никогда не думайте что за то что спрятался и Бог его больше слышит наоборот разбойник на кресте между небом и землей разбойник и Бог сразу его услышал да это наш уровень нам надо идти к этому нам надо идти за Христом а Христос не сказал сидеть а говорит следуйте за мной идите по всему миру повторяйте все время идите по всему миру идите по всему миру это последние слова Христа на земле завещание монашество пошло другим путем но не все могут не все могут идти этим путем так я вам сказал я спорить не спорю я дважды раз сказал к этой теме больше не возвращаемся Значит, она, эта идея к вам не идея, Слово Божие не вмещается. Вы помолитесь и скажите, Господи, вот я слышу и как-то не могу. Почему так? Вам Бог должен сам ответить. Мои слова не повлияли на вас. Нет, нет, я держусь Игнатия Бринчанинова в этом вопросе. Мне очень нравится. Держите Евангелие, не Игнатия Бринчанинова. Но он на Евангелии основывает. Он не по Евангелию говорит. Он если бы был по Евангелию, он в монахи не пошел бы. Ну вот момент с крестом, да, когда встречает Иисус Христос юношу богатого, да, и говорит ему, что, юноша, как мне спастись? Он ему говорит, что заповеди знаешь, там, знаю, знаю, значит, потом говорит ему, ну помните, да, этот момент сразу? Продай все имение и? Да, возьми крест твой и следуй за мной, следуй за мной. За мной, а куда Христос пошел? Он пошел по миру, он пошел на Голгофу. Тут-то наоборот пошли. И вот тут вот, да, Игнатий Тихонович, вот тут два уровня. Первый уровень достаточно соблюдать заповеди, и ты уже спасешься. А брать крест и идти за Христом, это уже уровень совершенства. Вот момент. То есть дай кровь, уже... Я поясню, Тарасия, слушайте. Да, да, простите, простите. Он сказал так, отвергнись себя, один этаж, то есть свое ярость общи, свои мысли эти монашеские выброси из головы, забудь про Игнатия, про Елисавета, про все. Отвергнись, дай мне пустой сосуд, я его наполню. Второе, возьми крест, то есть страдания, болезни, невзгоды, трудности, все, что на Украине, крест. И третье, следуй за мною. Ты не можешь следовать за Христом, Христос говорит, не может следовать, пока не отречется от себя. Отрекитесь от себя, вы не отреклись еще. Когда вы от себя отречетесь, вы будете думать о посте, как о радостном времени. Но это другой уровень, Игнатий Тихонович, я не потяну это. Тарасия, это в самом начале. Я не потяну это, я на другом уровне. Вы не можете быть христианином без этих двух ступеней. Первое, отвергнитесь себя, повторяем. Отвергнитесь. А что такое я? Я погибну. Господи помилуй. Я погибну сразу, если я пойду этим уровнем. Я не выдержу, я слабый. Это сразу Бог дает. Выше, когда это какие-то подвиги, где Бог скажет, ты будешь миссионером в Непале или в Тунисе. И тебя там будут пальцы резать, казнить мусульмане. Вот это другой уровень. А это уровень, который для всех. Без этого вообще нет христианства. И это начальная стадия, которая ведет к крещению. Как можно быть крещеным, если это не пройдено? Отвергнись себя. Ты напиши на бумаге «Я». Что из чего состоит? И напишите. Начиная от детства. У меня были капризы. Я нетерпеливый. Я гневливый. Мало значущий. Мало памяти. И везде напиши причину, почему я стал таким. Это работа большая над самим собою. Апостол Павел говорит «Исследуйте самих себя». Верили вы. Не обманывайте самих себя, Тарасий. Вы проверьте заново себя. Если этого не было, начни сначала, пока не поздно. Это путь один. Меня нисколько не трогает, что человек ко мне плохо или хорошо относится. Любит ли он Христа и Слово Его. Если ты любишь Христа и Слово Его, мы обнимемся и все время будем идти рядом. Первое, кто ты такой. Напиши. И вот это отвергнись с себя. Я научен был. Я много, я с детства был верующий. От рождения матери буквально. Но Евангелие получил 23 года. Я не знал. Вы сильный, вы сильный. Я слабый. Я не потяну такой даже уровень. Я не сильный. Господь сильный. Нужен, понимаете... Какой рост у вас? Рост какой? Метр восемьдесят. Ну вот, а у меня метр семьдесят два. Ну, идет сила духа. А вес какой у вас? Сто килограмм. Сто один? Да, да. А это метр семьдесят восемь? Так, под минутку. Двадцать два, двадцать три. Двадцать восемь килограмм лишнего веса у вас. Я знаю, я страдаю, я болею. Двадцать восемь килограмм ты что делаешь? Ты что творишь-то? Три ведра на себе все время носите. Перестань дурить. Сегодня же просто заклеить скотч и оброт на неделю. Да не в этом дело. На море я сразу худеть начинаю. Нет, не надо это. Это пустой разговор. Понимаете, вот у нас есть люди очень сильные, которые у нас спортивные такие, и весы входят в норму. Метр восемьдесят семь. Ваш метр восемьдесят семь или семьдесят восемь? Метр восемьдесят. Метр восемьдесят. Ну я перебираю двадцать килограмм, да, так есть. У вас должно быть не больше семидесяти пяти килограмм. Семьдесят пять. Семьдесят пять это шкала, за которую уже не залазьте. Вам надо, чтобы сердце накачивало на тридцать килограмм лишнего веса, и вы больной. Вы больной будете. Толстая щреба не рождает тонкие мысли. Еще вот это мешает. А почему толстый? Четыре причины. Смотрите внимательно. Первое. Обжорство. Лишняя еда. Второе. Лень. Не говори, что ты. Ты должен в поте лица быть. Третье. Последнее. Это третье. Это много спанье. Днем ложитесь спать. Четвертое. Безразличие. Не заволнуется, там погибает. Это на втором плане. Главное, чтобы я был. Беспечность называется. Вот четыре причины, которые позволяют сатане через наш рот войти и погубить нас. Олег Стеняев. Олег Стеняев. Как быть... Так, блин назад еще отклонитесь, а то не войдете. Олег Стеняев, Андрей Кураев. Андрей Кураев. Они же тоже с лишним весом. Ну что, бочка с жиром. Тебе это надо? Ну, вы не допускаете, что это просто обмен веществ нарушается. Так, давайте по-вашему. Ответ назад отклонитесь. Обмен веществ, когда ищут какое-то лекарство, его испытывают на мышах, на крысах. Знаете это? Так, так, так. Так вот, если бы нашли такой обмен веществ, чтобы не ели, а жир накапливался, это сразу перевели бы на колхозных коров, на свиней. Чтобы не кормить, они бы жирные были, ходили, не будет этого. Это как раз обмен веществ, которые лишнее заложил. А они не нужны. Ну вот я болел, у меня нарушен обмен веществ. То есть вес мне сбрасывать нельзя, потому что у меня будут легкие страдать. Это медицина просто. Ну я вам сказал, я вас не заставляю, я вам сказал. Нет, нет, просто так категорично тоже нельзя ко всем. Я вам сказал. Но в основном вы правы. Вот это уровня нету, не уровня нету. Я знаю людей, которые самыми больными считались. И они написали в комсомольской правде. Я, говорит, из больницы не выходила. Она и глоукома, и ноги, и печень, и сердце, все. Но я, говорит, сбросил из себя. И сколько сбросил? 45 килограмм. Сейчас забыла дорогу в поликлинику. Это вы оправдываете дорогу к врачам. Вы рано будете пенсионером, будете болеть, задыхаться и все. Я говорю вам, любя вас. Нет, это так и есть, так и будет. Я городской житель. В городе, ну что здесь? Я тоже в городе живу. Я в Барнауле находил. Квартира. Я в Барнауле. Ну вы дрова рубите, наверное, там, пилите. Ну ладно, в общем так. Вы обложили себя гнилыми подпорками. Не надо этого. Да, да, согласен. Я услышал это все. С сегодняшнего дня. Когда спросили Антония Великого, как ты вот до этого достиг? Он говорит, я везде ходил. И с кем встречусь. И спрашиваю, а как ты постишься? Он говорит, я по неделе не ем. Один раз в неделю. А Антония было шесть дней. Он сразу сделал себе восемь дней. Теперь... Не, я хочу быть как вы. Вот ваши комплекции. Я еще говорю, теперь он узнал, сколько тот спит. Он говорит, я вот, допустим, когда я трудился, два с половиной часа я довел. У меня в сутки два с половиной часа было только. Остальное все у меня на труд уходило. Но дальше я не мог. Организм не потянул. А Арсений Великий для монаха достаточно одного часа. И он давал совет, конечно, потому что сам этого придерживался. Вы найдите, где эти рамки ваши. Иначе умрете и даже не будете знать, на что вы были способны. Вот вы говорите, ума не хватает там памяти. Ученые доказали, что человек в среднем использует не более 4%. 96% невостребованное. Нормально это? Ну нормально. Ну да, но как это запустить? Это запускает благодаря Божьему. Я сижу, мы курсовая работа, я чертежи. Я в это время одновременно считаю война и мир Толстого. И там много целой страницы на французском языке. А у меня в школе иностранного языка не было. Учителя не было, деревня. Ну тройку поставили в аттестат. Я говорю, а как же вот эти люди могли разговаривать? Как-то же могли они. А что-то иностранное, понимать я понятия не имел. А в техникум заканчиваю. Мне уже лет, 21 год. А кто-то возьми и сказал, ну и докажи это. А со мной так разговаривать нельзя. Я мгновенно в этот же вечер пошел к соседке, узнал, кто учится в пятом классе, достал учебник немецкого языка и сел за него. Но спросил, как эта буква называется, как ее считать. Через полгода я разговаривал с немцами, в собраниях у них говорил пропаде на немецком языке. Самостоятельно. Ну у вас память, Игнатий Тихонович. Да нет, я еще скажу. Я начал заниматься сразу английским. И за шесть... Память, память. Приехал в Латвию, я почти за три месяца уже вышел на разговорный язык. А люди живут там, 20 лет и ничего не знают. Нет, это в ответственности. У меня не было таланта, я не знал, что я могу. Я не знал никогда. А как бы я узнал-то? У меня в лагере высоко сучок на дереве. Ну и один мальчик в швурашке был. Я говорю, ты фурашку-то сними на молитву-то. И взял и ему повесил. Помолились, ему надо фурашку. А как я достану? Я говорю, ты полезь и достань. Он начинает лезть, а не может. А наконец долез оттуда. Спрыгнул и заплакал. Сын Дьякона. Я говорю, Саша, кажется, Саша, а что ты заплакал? Я и не знал, что я умею лазить. Он заплакал о потерянном таланте. Будете рыдать. Вы даже не знаете, сколько в вас потенциал заложит. А вы себя вложили. Это не могу, это не могу. На грех могли, а тут не можете. А ты скажи, как отдали члены наши в служении грехов. Так отдам на служение Богу. Я не требую от вас. Не надо этой категоричности. Я говорю, как. Другие делали. Ну да, вот монах, он и становится на этот путь. Мученичество. То есть он уже не может сказать нет. Вот я даже, если меня взять, допустим. Посмотрите в монастырях, они как пузыри, как клещи. Нет, нет, это как должно быть. Как по Игнатию Бринчанину. Олег у меня был здесь. Олег Синяев. И мы стоим на перроне. И в это время подошел пьяненький мужичок. А этот-то откуда такой мужик пузатый? Его так по пузу похлопал. И ты не их роду племени. Я был у него. Выкатились от жира глаза их. Иуда говорит, это в Новом Завете. Без страха уточняют себя, без страха. Но у него диабет, Игнатий Тихонович. А он его заработал, диабет-то. Ну, это наследственная болезнь и все. Вы смеяться умеете? Да, да, да. Так вот диабет я вам перевожу. Ди, по-гречески два. А обед, обед. Но вы правы, конечно. Приезжает, приезжает дети. Благодарю вас. Дети, я начальник детского лагеря, 43 года. Я его основатель. Да, я смотрел. Это очень-очень похвально. Тысячи детей подняты без помощи государства. И вот приезжает, привезли девочку без разрешения. Она бледная, как простынь. У ней болезнь. Спиной, мозг и подозрения там какие-то. Там куча таблеток. С таблетками не принимаем. Ну, а как? Мы ехали из Тюмени. Ну, как? Вечером поезд идет и назад. Ну, как же тогда мы хотели. А девочка тоненькая такая сидит. Я говорю, если вы хотите довериться Богу, выбросьте таблетки. Сейчас же выбросьте. Так она не может у ней приступы. Собирайтесь, езжайте домой. Я не люблю уговаривать. У меня времени нет на это. Они согласились. Когда она поехала домой, ее никто не мог бы узнать. Она футбол гоняла уже. Почему? В первую очередь на солнце не выходить. Я и создал особый режим. Ребенок маленько где-то просыл, у меня специально купленный мед. Я его сразу раз на кухню, я его с медом. Проходит день-два у меня на ногах. Любовь. Все делает любовь. У меня любовь ко Христу безразмерная. Я люблю моего Господа и знаю, что Он создал мое тело и хочет, чтобы я был недоманная печь. Металлургический когминад из торгающей зловония. Я тебе скажу один маленький секрет. Как-то в Москве был и назначили встречу с баптистами. А они пришли туда и назначили встречу где? На Лубянке. А я говорю, а зачем тут? А мы проверим тут, следят за нами или нет. И вот мы прогуливаемся там и заметили, говорит, три человека за нами следят. Говорит, а машина какая? Не знаем. Вот сейчас мы пойдем и пойдем в улицу. Вы только не отставайте. Бегите точно за нами. И вы куда мы, туда и вы. И они там в какой-то подвороте, подвороте, и оказались на другой улице, и сразу на машину и оторвались. Вообще это, ну, работа такая. И вот пришли, и там руководитель баптистов подходит, ну, по руке и приветствуется. Они целуются не как у нас щеками трутся друг от друга, а в уста целуются. И он поцеловался, потом обернулся, я говорю, знаете, братья, вот православные сегодня я специально встречу устроили, чтобы я перед баптистами выступил. Я, говорит, вот поцеловал, говорит, он хлебом пахнет. А почему, знаете? Он, говорит, мясо не ест. А я, говорит, вот целуюсь, сказал, я не говорю, но, говорит, а мы, говорит, когда поцеловаемся, говном пахнем. Потому что мясо едим, да жарено еще. Ну, все ребята засмеялись, молодежь. Вот и все. По немощи, по немощи. Нет, это не по немощи. Немощь в том, что ты ее создал искусственно в самом себе. Вот сегодня тебя арестуют, посадят, и ты будешь совершенно другой. Но только невольно тебе награды за это уже не будет. У меня в камере сидит заместитель директора. У него вот такое, как подушка, такой живот. Но вот он покаялся, обратился. И нас сразу отсадили от общей камеры в отдельную там внизу. И вот он неделю не ест. Я говорю, Володя, ты хоть маленько-то поешь. А за нами глядят в глазок-то. А у нас пустая чашка, он ее возьмет, а у стола там такая полочка. А когда отвернутся, он ее в туалет, рыбки ешьте. Прости, Господи. Прошло не больше двух с половиной недель, у него ничего не осталось. Совершенно. Как будто никакого живота никогда не было. Я свидетель этому. И ни один никогда не заболел. А у меня называется галатийская система. Сухарик один и стакан компоту. Я работал на корабле, знаю. Там ты можешь свежий воздух, никакой пыли. Там сам опаститься только. Я работал где? Я матрос первого класса. Но когда качает, так есть хочется, что невыносимо. Жор нападает, вы же знаете это. Я сказал вам, вы уже услышите. Аж сводит. Когда до дела дойдет вам, это тюкнет сюда, вы скажите, а я это слышал, но не понял. Не время. Нет, я буду бороться, буду, как смогу. Притом, сила есть, а силы воли нет. Сила, говорит, есть, а воли нет. Поэтому сын ваш, он глядит на вас. Вы будете поститься о сыне, он бросит и курить, и играть. Вот что может быть. А почему молитва там, молитва? Вы не общались с молитвой еще, по-настоящему. Вы когда будете здесь, и мы с вами вместе будем вставать на молитву, вы тогда почувствуете. И забудете, у монахов там сильнее, она не сильнее нисколько, не грамма. Они не знают этого. Мне звонят помолиться с Австралии, с Германией, с Португалией, с Англией, отовсюду. Отовсюду. И каждый день я благодарю Бога, и они благодарят. И Бог отвечает на молитву. Больные, там вот пришел, крест положили, у него венозная была, на операцию. И исчезновение наступило в течение одного дня буквально. А как это так? Понятия не имею. А вы молились о здоровье? Я не молился. Я просто сказал, Господи, вот человек нуждается в этом. Здоровый, может быть, он больше пользы принесет. Господь, да будет твоя святая воля? Нет, но ваш уровень тоже очень высокий. Вы уже 50 лет в этом. Я в этом отношусь. Я знаю, что я... Вы очень высоко, на высоком уровне молитва. Я не определю себя, я не знаю, что мне надо. И написано, вы не знаете, о чем молиться. Но Дух Святой воздыханиями неизреченными упьет обвоочи. Я молюсь так. А то монахи молятся за весь мир. Вы это бросьте. За весь мир. Они за себя не молятся. Нет, я имею в виду настоящих монахов. Настоящих-то где они? Когда Игнатий Брещанинов – это современник Пушкина. И он их не мог найти. Их с одного монастыря в другой перевез. Товарищи ему монахи, им ножа не давали. Мы, говорят, топором чистили картошку. В монастыре. Так не надо забывать, какого рода племени, что он лично знаком с царем, императором, и он его там в монастыре, ему там, говорит, миллионы отстегивает. Так можно было строиться? Игнатий Брещанинов – это он один, который имел эту связь. И царь приезжал к нему побеседовать, как к дружку. Что тут сравнивать-то? Какого рода племени? Нет, ну это уникальный, конечно, путь человека. Ну, пошел не тем путем. Идти надо было в мир. И не было бы революции. Попрятались. Здоровья его не давало ему и тюрьме. Да, здоровья не давало. А ходил бы, было бы. Всю жизнь болел. Я нынче, когда приехал, после того, как я сижу, а у меня три грыжи на позвоночнике, я на стройке работал, одну сделали операцию. Мне только лежать или стоять. Сидеть-то нельзя было. А я сижу. 117 тысяч километров отсидел. Я хожу, как на деревянных ногах. Я ничего не могу сделать. Я что, только ходить. Только ходить. И все направилось. Я опять, как будто, никуда не ездил. Я больше месяца, как на колотушках ходил. Ваш пример впечатляет, впечатляет. Я на вас смотрю, есть на кого равняться. Мой бог, он все может. И поэтому я ему доверяю. Я вам говорю, дорогой Тараси, я вам говорю то, что испытал. Я вам не накладываю, да не имею права. Я сказал, вы себя не знаете. И когда вы начнете, как этот пацаненок заплакал, а я и не знал, что я умею по столбу лазить. И вы скажете, а я и не знал, что это так легко и свободно. Представьте, 30 килограмм каждый день. Ложишься спать, 30 килограмм. Встал, пошел, 30 килограмм. Ты растереби это все. И ты увидишь, как засияет свет для тебя. Другой. Дай Боже, дай Боже. Дай Боже. Вы видели, вот зайдите, когда зайдете сейчас на наш канал, и вот это письмо от отца Наума, который местному архиерею обо мне. Обязательно посмотрите. Мой брат родой считает. Какой он стоит? Он стоит, как тростинка. Да вы все там как тростинки. Молодцы. Не все, но стараемся. Нет, нет, это похвально. Это практика нашей православной жизни. Все должны такими. Мы православные. Вы практики. Вы практики. Посты это наши. Посты это наши. Пояс это наши. Строгость в одежде это наши. Борода это наши. Я православный, вопрос снят с повестки. Я против того, против другого. Я говорю, что я не согласен. Вот эти посты, которые установлены, мне они мешают. Я ребятишек привожу Петров в пост. У нас сливки, сметана, творог. Я не могу дать, потому что ребенок на один месяц он уезжает и молока не попробовал. Мне он не нужен пост. Но это только разговор. Я православный, поэтому строжайше восполняем. Я ни разу его не нарушил. И мне радостно в этом. В армии я на компот обменивал. Компот лишняя порта, а хлеба безраздельно. И все. В армии. На корабле. В морфлот. И я все равно пост не нарушу. Я православный. Великое звание несу перед миром. Да. Очень сильный человек. Очень сильный. В этом вся разница. Мы люди сейчас немощные, видите. Больные все. Вы не знаете, какой вы сильный, Тараси? Вы даже не знаете. Нет, нет, я знаю себя. А ваш святой в жизни своего святого Тарасия знаете? Да, 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 да. Читал. Миренина за шесть дней патриархом сделали. Да, да, да. Уникальный человек, да, святой. И какая сила против вас стал ереси. Ты помолись и скажи, Тарасий, дай мне такую силу тебе подражать. И за шесть дней ты войдешь, увидишь свет. Он вас сияет у вас. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос вас. Я благодарю Бога, что вы зашли. В Mail.ru создайте страничку сразу же. И я вам многое туда скину. Я ни на чем не настаиваю. Не думайте, что я вас там давил или душу. Только так, по совету. Все по совету. Я это говорил по любви к вам. Спасибо, Господи. Я вас тоже очень люблю. Лет сколько? Мне 38. 38. Где же я был в это время? Не знаю. 38 лет. 38, да. Ну, конечно, разница у нас в два раза. Ну, я вас очень уважаю. Мне до вас не дотянуться никогда. Так что, помолитесь за нас грешно. 38 умножьте на два. Сколько будет? Ну, считайте, как вам. Вам 74 вы говорите? Мне 76 как раз. 76 уже. Это я смотрел старые съемки. Игнатий Тихонович, добрый день. Это Тарасий опять вас беспокоит. Так, что тут? Игнатий Тихонович, значит, я опять-таки по поводу этого момента. Как слышите? Да, я слышу хорошо. Игнатий Тихонович, значит, я вчера еще раз пересмотрел этот ролик. Ролик называется... Просто вы слышите. Невиданный гость. Невиданный гость. Там какой-то, значит, высокопоставленный, высоко духовной жизни человек полчаса вам рассказывал, как, в чем вы заблуждаетесь. И потом вы отвечаете. И вот с... Когда прошел час 1,9 минут, так, вот этот кусочек, вы можете смело посмотреть его, чтобы уже вам не тратить время на поиск. Вот 1 час 9 минут и 1 час 15 минут. Ну и дальше там тоже хорошо видно. У вас на бороде появляется вот такой знак. Посмотрите, пожалуйста, видно вам, нет? Вижу, вижу. Вот крест и справа вот такой ангел. Я, конечно, думал, что я там неправильно вижу что-то, но уже я, ну, посторонник поспрашивал, сфотографировал на фото там детей. Вот, то есть, они видят то же самое. То есть, я к чему веду, Игнатий Тихонович? Да, слушаю. Я к чему веду, что крест, ангел, настолько четко видно и ясно. Это идет много времени, и это у вас на устах, понимаете? Вот, ну, это надо смотреть, так не передашь, рассказываю. Вам надо поднять этот ролик и вот эти 20 минут посмотреть, может быть, этот ролик вырезать и показать это именно православным людям, всем христианам, чтобы привлечь их, первое, носить бороду, потому что это на бороде. Второе, чтобы слушали ваши уста, потому что вот, ангел возле ваших уст, понимаете? Это вот тут вот, именно вот эта вот область, где ниже подбородка, там несколько сантиметров. То есть, ну, настолько явно, что это просто Бог являет это чудо. И чтобы слушали то, о чем вы говорите, там вы как раз говорите об обличении, обличаете священников, обличаете того гостя, обличаете, короче, там у вас именно в этом кратком 20-минутном моменте именно идет обличение, правда, истина, понимаете? По писанию, то есть, там удивительно, он прям, бывает, так сильно появляется вот этот рисунок. Вы его видите, может, срисуете как-то себе? Да, потом я, когда буду смотреть, я это увижу. А, вы это увидите, но и вам нормально видно? Нормально и хорошо, у меня же автозапись идет. Потому что я, ну, я не умею рисовать, понимаете? Вот даже я, не умеющий рисовать, я же говорю, что вот там, ну, очевидный факт. То есть, если это распространить, показать, то, ну, как, люди, может, начнут читать, я с этой точки зрения, чтобы начали читать ваши вот эти вот книжки, именно Новый Завет, Толкование, чтобы обратились, может, это... Ну, есть люди на чудесах строят веру, вы же понимаете. Вот это плохо, это плохо. Иоанн Златоуц говорит, я не нуждаюсь в чудесах, я верю. Да, начальный уровень. Начальный уровень, это были люди грубо в устроении, они нуждались в чуде. Чудо делает и сатана. Люди сразу это объясняют. Смотри, это его сатана прещает. Мне никак нельзя на это обращаться. Я оперирую только тем, что говорит Господь Бог в Святой Библии. Что неопровержимо ни одним человеком, а это любой может нарисовать и что угодно. Я вас благодарю за расположение. Ну, я вижу, как вы расположены. Но я никогда этим не воспользуюсь. Никогда. Ну, а с вашими ребятами поговорить можно? Просто те, кто грубые, те, кто на другом уровне, понимаете, я вас понимаю. Я уже тоже не нуждаюсь в этих чудесах, понимаете. Но для тех, кто, так скажем, немощный в этих вопросах. Они еще глубже залезут. Если они будут... Нет, цель читать, читать и слушать вас. Читать, читать книги. Но читать они, люди находятся. Вот вы посмотрите, последние ролики на этой неделе будут еще. Из Германии, из других мест, да и вы один из тех, которые без всяких чудес, это сердце открыто для Слова Божия. Мне задача поставлена одна. Людей познакомить со Христом и с Его Святым Евангелем. Вот, моя задача какая. Я понял, но, Игнатий Тихонович, я извиняюсь, я целый месяц потратил, потому что было очень много сомнений, комментариев, много ваших обличений, допустим, и церкви, и священников, понимаете. И чтобы это все обработать, нужно куча времени, масса времени. Я говорю за человек, который знает православную веру и считает, что это жемчужина, сокровище наше. А вот это вот, факт вот этот, понимаете, я знаю психологию людей, он даст эффект, что люди будут более эффективно, быстро приходить к тому, чтобы читать и слушать. Я не говорю, чтобы верить вам, а именно читать и слушать. Никогда я на это не пойду, никогда. Это перевернут сразу во вред. Понятно. Я знаю, оболгают сюда. Поэтому я людям показываю Христа и Библию. Если он принял, все, дальше Господь поведет его. А здесь он дальше никуда не идет. Дальше скажет, любой может нарисовать. Он из-под бороды там поставил, ее не видно, а потом при свете засветилось. Ну я клоун такой, я тут поставил там крест туда, и он засветился. А вы не поняли, в ролике, вы так же сидите в ролике, так же все то же самое. Я говорю, как люди могут объяснить. Тараси, я вас благодарю, но не увлекайтесь этим. Когда люди на это идут, завтра им сатана может показать другое. Я сижу, говорю, у меня рога вот такие вот, рога. Я повернулся, дверь закрывается, скажет, а мы видели у него копыта и хвост. Я это очень хорошо знаю. Ну, понимаете, здесь именно область рта, уста, понимаете? Именно трест. Трест блокируется. Да, вас, со мной идутся, обольют грязью, понятно. Но для многих это будет даже фотографии тоже сделать, понимаете? Ну если ребята же есть там с оборудованием. Я просто, у меня нет времени этим заниматься. Я тоже, я вам не советую терять ни одной минуты. Я только что с молитвы. И это все сказано. Прости. Сегодня день, я один. Вот сейчас пришла моя хозяйка. Первым делом мы помолились, поблагодарили Бога за его милость. И дальше поступили тревожные известия об одной нашей прихожанке. И ей операцию сделали. Только получили это известие, сообщают с другого места. Там человек сегодня, кажется, или завтра будет операция. Молодые люди. Это даже не из нашей общины. Люди. Вот я востребован в другом месте. Среди ночи звонят по молитву, не откуда-то из Америки. Маленько погляй из Италии. У меня, и раньше я служил в морфлоте. МФ. М. Это М, буква у глухонемых. И Ф вот так вот показано на букву. МФ. Вот недавно, это года 4 назад, я отступил примерно 8 дел, которыми занимался. И оставилось только МФ опять, что молитва и форум. Молитва и форум. Я перестал писать стихи в один день. У меня стихов 3467 по 9 куплетов. Это 4 тома по 800 страниц. Это вообще даже высказать нельзя. Что, и какие они у каждой эпиграфы священного писания. Я отступил, еще рука дрожала, лезла, отрезал и навсегда. Я вел 3 радиопрограммы регулярно, телевидение, на радио, прямым эфиром 1 час. Я от всего отстранен. Я говорил 4 проповеди каждую неделю. Я встал и сказал, больше не говорю. Только там, где я вдали, в Москве, в Лиссабоне, в Тбилиси, где я был, там уже мне нельзя прятаться. Люди ждут, я редко бываю, там, может, никогда не буду. Дальше. Я писал книги, перестал. Еще 3 тома дополнительно написаны, в интернете стоят. Еще материал на 4 тома. Я отрезал, ни одной буквы больше не написал. Я сам издатель, перестал издавать. Я говорю, чем я занимался. 8 моих позиций я сразу сдал. Но взял за эпиграф. Псалом 118, 164 стих. 7 кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Я ищу ответа у Бога. Я молюсь о патриархе одновременно, о поепископах, священниках. Дай им, Господи, рождение свыше. Дай. Из них 99% нерожденные свыше, мертвые. Они не знают, что такое живой Бог, живая молитва и живой ответ от Бога. Не знают. Я регулярно смотрю, считаю по интернету. Не знаю. Они просто номенклатурщики от своей организации. Ну, может, им и нужен знак. Знак вот этот вот. Крест на ваших устах. Ну, я, я, Бог. Крест это не надо. Они, если только будет такая возможность, Бог откроет. Я живой. Я говорю, на мне нужно пахать. Не просто плуг один, а семилемешный. Это большой СК. Трактор такой был. И я готов. И вот сейчас по... Это в интернете мне подкинули на форум один из администрации. Очень важный такой человек есть. Вот Крутов. Значит, его Александр, кажется, звать. Это главный редактор журнала «Русский дом». Это центральный почти журнал патриархии. Очень сильный. И на заголовке написано «Для тех, кто любит Россию». Я даже мог бы сейчас показать его. У меня где-то рядом лежит. Минутка. Да, ничего, ничего. Господи. Вот, вот. Посмотрите, это журнал «Центральной патриархии». Вам видно? Да, 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 видно нормально. И вот этот журнал по благословению патриарха Алексея II. Иоанна Крестьянкина. Николай Гурьянов. Вот весь свет патриархии, которые очень общепризнанные. И вот это третий номер. Это божье чудо. Третий номер в этом году. В этом году. В 2014-м. Появляется вдруг статья. Статья называется вот так. Вам видно или нет? Да, да. В этой деревне огни не погашены. Вот видите, я вам покажу даже. Какие фотографии. Фотографии. Дальше я. Это третий номер. Третий номер в конце. Дальше. Вот епископ к нам приехал. Это мой брат и я стою. Вот в желтеньком это я стою. А, я это все смотрел, Игнатий Дигоныч. А где вы могли видеть? А был уже ролик у вас. Да, был уже был. Стою с гитарой. Посмотрите, вот я стою с голубем. Да, 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 да. Где-то я тоже что-то смотрел. Прекрасный журнал. А потом статья тут написана. Вот вам видно или нет? Так, я сейчас посмотрю, где. Вот. Влюбленный в Россию. В Святую Русь, да. В Святую Русь. Это обо мне. Где мы ездили, то другое. То есть, ничем это не было вызвано. Просто приезжает районный корреспондент, который еще до основания Потеряевки приезжал. Итунский. Очень честный человек. Многократно он писал в газетах. Все. И ни разу не соврал. Это редкий такой пример. Я знаю таких журналистов. На одной руке могу показать только. И это попадает туда в журнал. Его сразу делают нештатным корреспондентом. Ну, мы... Туда я скинул им. Сказал, что вы нам можете оставить про нас-то? Сколько-то? Вот этот журнал-то. Ну, и когда я в Москве был, я с подарками к ним поехал. Подарки-то книги, конечно. Оказывается, они отложили нам не пять, просимых десять журналов, а где-то тридцать. И, кроме того, другие номера этого журнала, ну, килограмм сто пятьдесят. Получилось по двенадцать журналов разных на месяц. И, может быть, и таких журналов полсотни. Это пащек. И я их оставил во всех городах Европы. Я им сказал. Они дали. А для этого прелюдий никакой не было. Ну, единственное, как всегда, я молился семикратно в день. Я все отношу. Молитва ничего не значит. Молитва – это тот канал, через который мы имеем доступ к милости Божией. Это не молитва, а через молитву Бог так установил. И мне это не надо. Желаю я это, не желаю, мне поставлено. Я теперь смотрю. Ага, опять нужно сегодня. Я так рад, что меня Бог загрузил. Я ложусь спать, только бы не проспать интимную встречу с Господом. У меня 76-й год. У меня не просто опыт. У меня опыт, которого достаточно, чтобы человеку другому дать, и он это мог оценить. Я не сидел в углу никогда. У меня опыт, и тюрьма, и лагерь, и психиатрия. У меня психиатрия советская, тогда было это. 26 лет пытали. Это не два года. 26 лет они меня выкидывали с университета, с работы. Мне нигде нельзя было. Я никогда руки не опустил. Я работал. Мой Бог со мной, мне больше ничего не надо. С Богом. И поэтому мне прибегать к каким-то чудесам, все даже не поверят, скажут, что это не он говорил. Нет, нет, я ни в коем случае не хотел вас... А я благодарю, дорогой Тарас. Вы неправильно меня, наверное, поняли. Право, понял я. Цель не вас как-то возвысить. Я понял вас. Не объясняйте мне. Я перебиваю. Не объясняйте. Я понял, это любовь ваша. Цель помочь людям, чтобы обратить внимание на ваши книжки. Я понял. На чтение. Бог найдет другой путь. Но не знаю, люди в таком положении, что... Игнатий Тихонович, как бы вы одним предложением объяснили, что такое православие? Я только на днях объяснял. Одним словом православие, это православие. Одним словом нет. Одним предложением могу сказать. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Все. Вот в этом все православие. Более пространно, это означает, церковь Христова с первого века с епископатом, с толкованием святых отцов, с канонами семи поместных, семи вселенских, девять поместных, и там, кажется, 17 святых отцов, книга правил. Вот это все в этом заключается. И с этим богатством я иду ко всем людям, к протестантам, к католикам, к мусульманам. Потому что мы богаты через мир, но сундук запечатанный, и мы сидим на нем, и ничего не можем сделать. Это славянский язык. А как вам такая фраза? Православие – это правильное состояние. Нет, конечно. Правильного состояния у нас нет, но к этому мы стремимся. Это слово право славить Бога, то есть признать во Христе... Быть правильным состоянием. Равного Отцу и Духу Святому. Право славия – это признание Святой Троицы, одним предложением. Признание, поклонение, исполнение ее заповедей. Это учение Троицы. Как людям вы объясняете в своей общине о догмате Святой Троицы? Как вот, допустим, сектанты тоже это сразу ставят в укор? Ну а какие сектанты? Я вам скажу, что... Игорь Чисто, например. Вот был у меня случай. Это не сектанты, это просто изуверия. Ваша вот Троица, я не буду верить в вашу Троицу, и все. Я уже... Скажите, вы о католиках знаете? Троицу верят. Григория и Армяне верят. Все исторические церкви верят в Троицу. Все. Дальше. Самое первое, больше, это которые отошли там, лютер. Верят в Троицу. Очень четко. Дальше. Англиканская церковь верит. Пуритане верят. Баптисты всех направлений верят. Адвентисты седьмого дня, вот это чудо. У них не было учения о Троице, и вдруг оно появляется. Это единственный случай среди сектантов, когда они вниз пошли, а голову приподняли кверху. Пятидесятники верят. Даже харизматы падают в пену, пускают, лают, и они верят. Все. Это Бог говорит. Это общее, не требует исследований. Но учение тоже, или все-таки скажено тоже о Пресвятой Троице? А учение об этой Троице верит только. Его не надо доказать никак. Это недоказуемо. Допустим, камень был великий, камня нет. Христос воскрес, а плат лежал отдельно от полотнища, которое обмотал. Как я могу это проверить-то? Я беру и считаю. То есть это тайна? Это тайна, я верю или не верю. Вот Тертурян очень хорошо это выразил. Верю, потому что абсурд. То есть разум говорит, не может быть. А моя вера говорит, может быть, Бог все может сделать. Он из ничего сотворил землю, планеты, дал мне жизнь, разум. Благодарю тебя, Господи. Мы дожили все время на три ступени подниматься. Прошу, благодарю, словословлю. У тебя вся жизнь наполнится другим светом. И не будешь советоваться с плотью и кровью. Вот трудно на работе, там пост или над бородой будет смеяться. Это все запредельно далекое. Мой Бог сказал, я люблю его, Господи, слушает раб твой. Слушает. Больше мне ничего не надо. Я и Бог, мы соединились. Вы уже о другом уровне говорите, да. Чтобы понять, как соединяться, это надо уже немножко другое мышление, другое мировоззрение. Хотя бы читать немножко. После молитвы и чтения Слова Божия. Это другой уровень. Я простых людях, вот троица. Вот, допустим, как объяснить, что Иисус Христос есть Бог? Никак, верою. Никак. Это не объясняется. То есть, это нужно пережить только практическим опытом, правильно? Никакого опыта нету здесь. Какого опыта, только я считаю. Написано, о Бог явился во плоти. Послание Тимофеев. Бог явился во плоти. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог, Логос. Все. Проверить нельзя, доказать нельзя. Это пустое, что делать люди оказывают. Здесь вера. Вера моя. Она побеждается. Они верующие Богу. Проверить верой, но... Неверующий Богу представляет его лживым, Бога. Что он сказал, а это не так. Бога проверять не надо. Он мне сказал. Он сказал, я люблю тебя. Иеремия, 33 глава, 3 стих. Любовью вечной я возлюбил тебя. И я в это поверил. Я себе не могу простить. Я вспомню какой. Господи, как я мог дышать, ходить. Я не блудник, не убийца. Я не матершинник. Я ни одного слова еще матершиного не сказал за всю жизнь. Но в другом я грешный, я пропащий человек. И Бог дал мне это понять. Даже не зная Евангелия, я знал, я буду в аду. Я для ада сотворен. Я не спасенный. А любил делать. С копейки, там, нас 10 человек в семье детей было. Отец без руки с фронта, вот такой вот. А мы бедные-бедные жили. Но мы никогда не считали себя бедными. Никогда. Коров выгоним. Я теперь смотрю, где корова оправится. Я бегом-бегу и встану в эту лепешку-то. Босиком. Роса холодная. Помню, в школу прибежал первый раз. Я не знаю, чего било, но я... Снег в ногах. Ноги под себя поджал и сижу. Я в школу убежал, когда меня не пускали. В пять лет, кажется. Вылез в окошко. Водился с ребятишками, усыпил. И скорее в школу. Я до школы газету уже читал. Это Бог дал мне. Я за все благодарю. Мой Бог. Он мне так много дал. А я растранжирил табаку. Я только в 23 года пришел к Богу. Ну а как Богу... Как вот людям практически пережить Бога? Как? Вот когда пережить... Вот понимаете... Вера это тоже таро. Вера в то, что даже Бога ты можешь не верить. Что вот такое он по Евангелию. Но я умру, в это можно поверить? Ну а раз я умру, теперь я сразу вопрос... А зачем я вообще был на земле? И вот этот вопрос-то человек пускай на своем уровне пока решает. Откуда он взялся? Говорят, от обезьяны. А почему теперь промежуточное звено между человеком и обезьянами-то? Откуда обезьяна взялась? Вопросы не решаются. Бог. Все снято сразу. Понимаете, вот другим надо как-то... Ну я спрашиваю. Скажите, вот вам бы встретился президент. Вы бы что у него попросили? Президент. И что, все можно просить? Да, все. Ну, я в должности какой-то министром... Знадий Тихонович, а вот крещение вы готовите людей, допустим, в три года. Ну, может, а меньше, дольше, кого как. И люди переживают момент крещения соединения с Богом или нет? Вот благодатные эти ощущения. Так сказать. Вопрос так не ставится. Соединение с Богом. Я получил от Бога то, что он обещал. И человек ощущает радость. Вот слово... Так, минуточку, подождите-ка тут считать. Да, не ведь проблема. Я получил его второе. Второе подошло, и я его распространю, насколько возможно. А первое, которое отдельными файлами не проходит. Нормально, я благодарю. Что там с Алексеем? Операция была, нет? Вам звонили, что с Людой так? Знаешь, ну молитесь. Что, операция была тоже, да? Ну все, с Богом, да. Отошел? Отошел. Благодарю. Краевая больница. Врач звонит, брат наш. Так, вот я хотел закончить мысль. Президент меня бы спросил. А вы имеете просьбу к президенту? Ну, допустим, Владимир Владимирович Путин. Я бы сказал, да. А какую? Чтобы наш сайт сделал известным всему миру. Он это мог сделать. Если это будут знать, а у нас там все, и форумы, и все остальное, они выйдут. И на YouTube. Там и Библия, там она насчитана. Я Путину послал книги, и насчитаны на диске на жестком. Библия, Архипелаг, ГУЛАГ. Так это такая ваша просьба. Мне больше не надо ничего. В этом все заключается. Это моя жизнь, которая вложена в книги. И на сайте, у меня там справа папки идут 55. Когда я отвечаю, 4124 вопрос-ответа. Я говорю просто это. Это не создать. Это нельзя создать. Это невозможно. Поэтому я, ценя это, не могу, ну, как вы сказали, а может другие поверят. Найти надо другой способ, чтобы люди как-то узнали про это. Так они не поверят. А вот это меня не касается. Это моя задача, чтобы они знали, что есть сокровище. Где отвечают на самые злободневные вопросы без приглядки. Нравится, не нравится президенту или патриарху. Я ни одного вопроса не отвечал с приглядом. Родной брат священник. Я отвечаю, смотря выше голов. Так сказал Господь Бог. Это мой любимый порог Иеремия. Вот в этом принципе мои книги все в пророческом духе. Не мои, я не пророк. Нет, я в пророческом духе, то есть я основываюсь на Святой Библии. Как они говорят. Понятно, понятно. Вы не читали случайно книжечку Вадима Коржевского про педевтика аскетики? Как называется книга? Называется как? Вадим Коржевский про педевтика аскетики. Не знаю, даже не слышал. Мне интересно ваше мнение. Она есть в электронном виде. Ну и о чем коротко? Значит, именно взгляд психологии Святоотеческой пропущен через умы людей, которые занимаются медициной. Допустим, там доктора наук по медицине, кандидаты наук. И под руководством Вадима Коржевского. И очень все на святых отцах, на святом писании. Допустим, вопросы такие. Душа. Как она устроена? Что об этом есть, допустим? Свойства души. Как она устроена? Ответьте, если вы считали. Как? Я вам могу зачитать, чтобы не искажать ничего. Ну, а коротко скажите, коротко. Ну, коротко, допустим, что есть у нас по этому вопросу, допустим, мнение Игнатия Бринчанинова, мнение Феофана Затворника, допустим. Именно все на святых отцах, на цитатах. Что душа, допустим, какие имеет... Ну, если хотите, я сейчас могу поднять ту информацию, почитать вам. Не надо. А вы можете проверить? Говорят эти Феофан Затворник и Игнатий Бринчанинов. Правильно или неправильно? Вы проверяли это? Они тоже говорят это, основываясь на Святом Писании. Все тогда приемлемо. Так вот, если об этом и говорили, что посмотрите своим взглядом, интересно. Ну, если есть возможность, время, желание. О душе говорить. Я отвечу такими же словами, как о Боге. И о Боге мы ничего не знаем и о душе, кроме того, что написано в Святой Библии. А все остальное, это может быть пограничное состояние, как Серафим Роуз говорит, где демоны особенно лютуют. И поэтому человек обмирал, что-то видел. Этому доверяться нельзя. Мы можем доверять... Как? Святым открывалось. Мы же все толкование берем со святых отцов. Но толкование Библии, а не о том, что какой Бог, какая душа. Это другое. А души тоже много же. О Боге... У католиков, вы знаете, это там явилось, Богом Матерь, это в Португалии детям. Нет, здесь именно психология. Имеется в виду, какое должно быть у человека правильное восприятие, правильное состояние. Вот больше так можно сказать. Ну, состояние такое. В нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Все. И больше ничего на эту тему не надо говорить. И вот их... Ну, хорошо. Вы сказали, это ваш уровень. А простому человеку, как это объяснить современным языком? Что такое, допустим, обычное? Что такое покаяние? Знаете, они много здесь говорят того, чего нет в Писании. Вот я насчитывал высшая философия православия, это пять томов добротолюбия. Пять томов. Я их насчитал, они у меня на сайте стоят, насчитанные. Я знаю это и скажу, что применить в жизни практически ничего невозможно. У Феофана Затворника многое можно взять. А Игнатий Бричанинов, он просто жития, это по-своему говорит и не больше. Нет, все на Евангелии, Игнатий Бричанинов. Подождите, я скажу сначала. Да, простите, простите. Я не против. У него не было никакого опыта общения с народом, который сегодня есть и который тогда был. Он этого не знал. Он знал, вот подошел в возраст, его сдали в кадетское училище, дальше учатся, пошел в монастырь. Он с народом не знает, как сейчас ставят в епископа. А у него там то хором руководил, вот у нас был епископ, он не знает. А вот этого прислали епископа. Он 30 лет был приходским священником. Вот этот знает. А если ему дали, вот как Василий Сталин, ему присвоили генерал-лейтенант, а он ни одного дня в строю не ходил, он ничего не знает. Надо с народом быть. Надо узнать. Мне неоднократно там разные говорят. Как вы могли найти, подойти именно, точно найти? Не знаю. Я просто помолился. Я 17 лет сотрудничал, освободившись только в местной тюрьме. 17 лет. Я иду по камерам, имел доступ, единственный я, кто к смертникам мог приходить. А сейчас они пожизненные, которые. Я выступаю у них по рации. Собирают руководство тюрьмы, перед ними один раз в месяц выступаю. Со всеми сотрудниками города, пять отделов милиции, городской ОВД и краевой. Я перед ними, за мной приезжает машина, я выступаю. Иногда по заказу. Сегодня нам нужно рассказать об экстремизме, о шовинизме где-то. На основании Библии. Поэтому у меня кругозор бесконечно кажется. Понятно. То есть покаяние, это другая тема. Бог находит, я ему говорю. Но опыт мой подсказывает, не надо мудрствовать. Не надо. Повторяю, у меня нет никакого духовного образования. Я в этом вижу преимущество. Меня никто не корежил на уроках, я не должен был отвечать им. Я занимался Библией по 10 часов в день, не выпуская из рук. Я занимался и занимался. Не просто занимался, у меня урок отвечать, а я люблю это. Вот помню, я привожу это пример о Тысячелетнем Царстве, что будет когда-то. Его не будет, оно идет. Ну и пришлось в большой баптистской общине беседовать, в Новосибирске. С их стороны привели 4 местописания, как они говорят, что это правильно. В опровержении, утверждении истины я беседую, на память им привел 72 места целыми пакетами, а у них только Библия. Бывает так, во время беседы сразу же кто-то встает, я понял, мы заблуждались полностью. Бывает все 100%. Почему? Ну здесь опыт. Опыт, конечно, и любовь к Богу. А что так, это важно? Архи важно. Как говорил господин Ульянов. Вот так. Игнатий Тихонович, ну а вот покаяние, как вы объясняете, что это? Это гнев, направленный вовнутрь. Гнев на самого себя. Я поступил неправильно. Я осознал это и раскаюсь. Это покаяние. Прости меня, покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь, это очень просто делается. Не оправдывайся. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Как вот тут связь? Это означает, Христос пришел на землю в лице Иисуса Христа. А покаяние, связь какая-то есть? Покаяние, признание себя перед Богом, погибшим грешником. Во всем. В неправильном отношении с родителями. У меня были такие моменты, которые я себе по сей день не могу простить. Вот я сижу, и они маленькие, в 10 классе, сижу, считаю книгу на солнцепёке. А там где-то дают отходы курицам. Отец с одной рукой и мать везут курицам. Я мог выскочить, но вижу, они уже в огороде везутся. Но я не побежал. Когда уже они были совсем близко, тогда я тронулся с места. То ли интересно я считал, то ли что. Ведь это прошло-то уже 60 лет, и так перед глазами стоит. Я не пробежал лишних 30 метров, и мне тяжело. Понимаете? Вот это раскаяние, когда человек попадает во свет Христовой любви, когда Дух Святой начинает обличать. Я поступил неправильно, сказал неправильно, я подумал неправильно, неправильно распорядился сном своим, едой, путешествием, чем угодно. Я во всём теперь вижу промысл Божий, чтобы поставить меня на колени. У Бога слишком много этого. Вы сказали, как они смотрят? Надо смотреть так. Научиться болеть. Вот всё врачам. Научиться болеть. Благодаря. Лечиться, обращаться к врачам не всегда полезно. Написано, аса был болен ногами, запятая, и взыскал врачей, но не Господа. Вот одна фраза. К врачей не запрещено искать. Лука Евангелист был врач, но Писание говорит, взыскал врачей, а не Господа. Я за всю жизнь ещё не съел ни одной таблетки. Ни одной. Бывает где-то там трудно. Я лежал на операции не один раз. Я просил хирургов делать операцию без обезболивания. Я ответил, я хочу пострадать, как Господь, прочувствовать это. Хирург говорит, от вас это не зависит. Мышцы начнут сокращаться от боли. Ну, это действительно. Но если уже я вышел из этой комы, теперь нормально-то. Бесполезно давать мне обезболивающие, я их не приму. во-первых, быстрее заживает, а во-вторых, всё позади. Ну, а вот момент о любви к Богу. Как можно любить их? Что это за любовь? Откуда она у нас? Он говорит, Бог говорит, как это понять? Не понимает никто. Кого я люблю, того наказываю. А если остаетесь без наказания, посланник евреям, то вы не сыны Божьи. У нас незаконный ребёнок, Сурас называется, Сурас, Байбак. Я люблю его, сына моего, это сын мой, он поступает неправильно, я его накажу, лишу обеда его. Вот у меня, я основатель детского лагеря. Это один лагерь был на всю страну православный. Ну, 42 года, это же до перестройки. И вот в лагере в этом православном у меня существует правило. Но одно правило, которое выполнять могу только я. Физическое наказание ребёнка. и родители на бумаге расписываются, что там говорится, за что ребёнок наказывается, в чём состоит наказание, я его крапивой или сеткой накажу, или поставлю на часы, то есть, когда спать будут, он будет на часах стоять, звёзды считать. Так это можно, разве, то другое. Но проходит время. И однажды в один год у меня три, так, раз, два, три, 15 комиссий краевых было, 15. Три уголовных дела против меня воздвигли. И когда я вернулся в город, все процессы выиграл, все были наказаны, по телевидению там показали всё, где они меня лгали. Там и корреспонденты, и ГТРК, и профессора, наняли всех, еврейская организация, ВНЗР, там огромная сила была, и никто не устоял. Никто. почему? Всё ложь была. Я это делаю во имя Иисуса Христа, и никому не дозволю ребёнка наказывать. Родители не имеют права, когда приезжают к ребёнку применять какие-то физические меры. Только я. Я для них следователь, я следователь, я расследую тщательно, когда дети подтвердят. Второе, я для них судья, и я для них прокурор. Всё в одном лице. Я его теперь увожу. Ты матерился? Матерился. Всё уже доказано. Всё, я иду, все стоят, молятся, я иду, рву рукавицей крапиву, заношу в отдельную келью, заходи. Ребёнок, я положил её, крапиву, вот так вот там у меня, ну как называется, вторые палатцы или нары, проведи губами. Он плащет, не может. Не можешь? Боюсь. Всё понятно, выходи. Наказание кончилось. Теперь выходим, а он плащет. Я говорю, вот Валера-то боится принять наказание. Я за него приму, ребятишки, я за него приму, они уже знают, что там за наказание. Я иногда слюнями подправьте под глазами, по голенищу хлопну, чтобы слышно было. Вот. А почему боится? Крапива очень жгучая, волдыри. Бояться не надо. Я им сразу рассказываю, как в Японии это. У них национальный культ канзё. Никогда не стонать, не пищать. Бояться не надо. Надо себя воспитывать. Я наберу эту крапиву ртом, самое нежное место. Я его рву, жую и плюю её. Ребятишки в сток от упадают. Он этот уже, я не боюсь, пойдём, дядя Игнатий, накажи меня. Вот это я ждал от него. Он не будет теперь бояться. А дети, которые легли спать, баловались. Дежурный проходит, открыл дверь, кто-то разговаривал. На шёпотом нельзя разговаривать. Я им объяснил, почему. В Англии, в общежитиях существует правило. Если два раза было нарушено правило, тишина потеряна, человек теряется право на общежитие. Поняли? Поняли. Самое строгое наказание это отчисление из лагеря без права приезжать. Проходят, они шумят. Так, кто? Никого нет. Значит, в скелле 8 человек. Одевайтесь на улице Комары. Все лишаются сна на 2 часа. Но 2 часа много, я разделил на 4. По полчаса. Все замерли. Тишина. Теперь им палочки в руки, они дежурные. Прошло минут 10. Я прохожу мимо, по одному их с собой забираю и в степь увожу. Я им начинаю рассказывать о звездах, о том птице, которая кричит, орнитология. Я с детства любитель птиц и прочее. Так они готовы умышленно нарушить покой, чтобы еще раз ночью погулять и все это увидеть. Приезжают профессора психологии. А где вы это взяли? Нигде. Я убого выпросил. Вот это я взял австралийское. В Австралии так. Вот это в Англии. Вот это в Японии. Я слишком много считал. Приезжают детей осматривать. Ни синяков, ничего нет. Вас здесь бьют, говорят. Один мальчишка говорит. Никто нас не бьет. Нас наказывают. И справедливо. Вот какой ответ дает ребенок. А как его наказывать? Я рассказал, как. Теперь я говорю, тебе три горящих на три горящих. Это значит по мягкому месту или если девчонка там по коленям крапивой-то. Садиться за стол. Я тогда даю. Хочешь, садись за стол. Тогда я тебя накажу. Если ты не хочешь быть наказанным, останься без обеда. Ну, кто? Другой. Лучше накажите, я поем. А я тогда его вот за смелость прощаю тебя, садись и ешь. То есть в ребенке это ребенок. Ну, все равно в уровне рефлексов. Я понял. Страх должен быть, наказание, строгость. То есть для любви здесь пока... Такая строгость, что приехал... Что вы с любовью это делали. Главное. В ребенок училище приехал Акопян Сергей Живанширович. И он говорит, у меня такого порядка нет в воинских частях. И хлеб бросает. Если у нас чашку надо вылезать, дежурному показать чашку. Махнул он рукой, напротив каждого стола дежурный по форме одетый. Понимаете, это любить надо. Если ты не любишь, куда ты взялся? Я смотрел ролик Яша плачет. Да. Я был поражен, конечно. Хороший. Вы даете. Это, конечно, час где-то смеялся, ходил, удивлялся. Так он сокращенный наполовину больше. Он плачет по-настоящему. И плачет... Это вообще гений какой-то ребенок. Уникально, конечно. Любовь. Любовь переломала это ребра. И они это знают. Игнатий Тихонович, теперь бытовой вопрос, и я буду уже уходить. Книги ваши, сколько будет стоить, допустим, мы их переслать вам на Украину? Сколько это будет по деньгам? Полный комплект 5,8 книг стоит 20 тысяч 100 рублей. В доллары, говорите, я не понимаю. 750 евро. 750 евро, да, будет получать? Это полный комплект. 750 евро. Нет, только я вам в руки подам. Вот вы сейчас подойдете ко мне, я вам подам. Так, зависаете что-то. Я вам дам. А высылать как я могу? Я никак. Я не могу высылать. Потому что это в Украину мы посылали. Это очень дорого. Вот недавно я посылал в этот, ну, в Санкт-Петербург. И это обошлось почти в 3 тысячи. Так это в стране, в российской. Долларов, да? Или евро? Рублей. Рублей? Рублей. Не, а вы мне цену скажите просто, сколько, допустим, вот вам будет стоить переслать эти все книги и стоимость их по полной программе на Украину? Я давно не посылал на Украину. Я на Украину вообще отказываюсь посылать. Настолько дорого, что вот книги стоят 75, а может быть 150 евро надо заплатить, 750, может быть полторы тысячи евро надо будет заплатить за пересылку. Шальная стоимость. Да, да, это неподъемно, конечно. Неподъемно, поэтому... Электронный формат, не проблема. Вот, если бы у вас кто-то был в России, да, в России я бы вам выслал, при том, где ближе к вам. В Москве есть знакомство. В Москве давайте мне адрес, чтобы они ждали, я на них пишу и к этому добавить. 20 тысяч, ну и пересылка, допустим, 2,5 тысячи. Это сколько всего будет в долларах вы не считаете? 750, ну 800, 750 это книги стоят. 750, сейчас я скажу. Так, если это 100, 750, 750, ну может быть 850 евро. 850 евро, это по России. Да, по России. Это не мои цены, это. Книги мои, которые я понес, в магазин здесь, у них цена в 2,5 раза дешевле их стоимости в магазине. Все понятно. Если у кого будут деньги, пусть знают. Как они изданы, эти книги? Я же смотрел, смотрел, поэтому я и говорю, что... А вы что, ходили в библиотеку уже? Нет, по вашему... по роликам, по роликам сужу. Нет, это не то. Когда вы везете в руки, в руки, увидите фотографии, какой шрифт, как они с круглением кореша, с закладками, это вообще... С любовью сделано, с любовью Слово Божие сделано. Господь мне позволил и сделал это, создать симфонию на неканонические книги. Я могу сказать, за 2000 лет это самая лучшая симфония. Кстати, я через вас узнал вообще, что такое симфония. Не знал вообще, что это такое, что это за понятие. Это поиск, поиск, по словам. Отдельно, допустим, написано, если ты нашел мудрого человека, истирай пороги дома его. Запомните, мудрый человек, и ты к нему ходи в гости, и ногами истирай порог. И тебе надо найти, где это есть. Но это в неканонических 11 книгах. Ты все забыл, мудрый, слово мудрый, сколько раз оно встречается и показано место с предложениями. И, наконец, ты находишь, нашел мудрого человека в пороге. Все, теперь ты открываешь 7 глава 20 стих. Ты забыл, мудрый, порог вспомни, порог на букву П, по алфавиту слова. Я понял, понял, понял. Поняли, да, Я просто нашел потом в православной церкви есть симфонии уже на Ветхий Новый Завет, на Игнатия Бринчанинова, на Иоанна Златоуста, на Иоанна Кронштадтского, на Ефрема Сии на симфонии. То есть, через вас я пришел к этому тоже, взял себе, накачал эти электронные книги. Я создал очень удобно. Симфонию создал на Жития Святых на 12 томов. Да, тоже уникальный труд я себе скачал. Хорошие вещи. Не надо так, это не по словам, а по смыслу. Да, да, да. Ну, уникальные там моменты, допустим, необычные. Да. Удобно, удобно искать, удобно. Да. Благодарю вас, простите, всех благ, всего хорошего. Я не ждал, что вы выйдете, потому что... А я тоже не ждал, но уже не думал, но вот именно вот этот момент с этим знаком... Про этот рисунок забудьте, я его не видел, я его не знаю. Хорошо, хорошо, хорошо. Я совершенно не привязан. Я вас понимаю, вы на другом уровне. Если вы в заднем увидели, стоит ангел у меня и крыльями машет, я и тогда не поверю. Нет, нет, я просто это для людей грубых и начинающим уровнем, да. Ян Златоуст говорит, дьявол принимает вид ангела света, но если зашел настоящий ангел и ты не поверил, он тебя не осудит. Да, да. А если ты вместо ангела принял дьявола, вот будет как у Исаакия Пещерского, они из тебя сделают футбол и будут кидать по воздуху и забудешь, как тебя звать. Вы все правильно среагировали совершенно по православному, это правильно. Все правильно. Так и надо. Я люблю Господа моего. Это чувствуется, я вас благодарю за внимание, простите. Ничего. Когда накопите, в пределах так, через месяц подходите. Хорошо. Если у вас действительно много накопится, можете через неделю зайти. Вы очень удачно подошли, и в какое время, это то время, когда я как раз нахожусь здесь. Спасибо Господи. Так, я благодарю вас. Всего вам хорошего, хранения вас Бог. А в Одессе, почему ко мне не сделали листик в Mail.ru? Я сделал. Где он? Там, значит, Сарат, Шакиб, Собака, Gmail, такой адресочек. Я вам уже скинул там его. Нет. На один кистине Ru. Я закинул. Нет, нет, нет. Это Mail.ru, Мой мир называется система. Запишите. Так, сейчас, подождите. Мой мир, это система, как ВКонтакте, Одноклассники. Все понял, понял, понял. Там получается... Мой мир по-русски или Mail.ru. Мой мир. И вы там создайте свою страничку, как ВКонтакте, и в Фейсбуке, вот как. Вы оттуда свое имя, фамилия поставьте и зарядите Игнатий Лапкин, поисковик. Там два Игнатия Лапкина. Это одна у меня модератор работает на ней, туда копию делает. А где я в шапке, где с голодем, это не моя. То есть она моя, но я там не бываю. А вот где я в шапке зимний остаюсь, я в снегу шапка. И вы тут можете говорить, писать, что угодно. У нас все получится, как надо. Но мне там скинули ваши фильмы, я не знаю, кто там этим занимается. Вот сегодня я поставил маленький ролик, Аллилуйя называется. Не видели? Нет, еще не видел. Не знамение на мои стихи. А дальше я говорю про деревню, без денег не построишься, называется. И посмотрите, как он меряет у нас, как, если коснется ехать, чтобы вы видели своими глазами. Как это? Вас будут где-то условия другие гнать, вы знаете, на улице вы не останетесь. Игнатий Тихонович, всего вам хорошего, потому что есть подозрение, что вас не застрелили. Потому что вы уже жжете, наверное, врагу. Я это знаю прекрасно. На меня покушения были неоднократные. Вот этот знак меня очень осторожил, потому что это тоже, ну, понимаете, такой момент. Ангел на кресте. Я занимался с детьми, они грабили вагоны, дети там, ну, арбузы, виноград, такое, по мелочи-то. И родители мне подбрасывали записки, если вы не прекратите беседовать с нашими детьми, вам худо будет. А дети принесли ящик на ящик, вот такой высоты, наставили ящики винограда, дедушка, а ты с нами вот беседовал, еще почитай из той книжки. Евангелие. И ж понятно, грязные, где они ночуют. И они вокруг меня сидят, я как Макаренко среди них. Это любовь. Любовь Христова. И она подвигнула их прийти ко мне, постучаться, а я говорю, сначала ящики виноград теперь отнесите на место, пока поезд не ушел, а потом подходите. Понятно. Дай вам Бог здоровья, храни вас Господь. Спасибо, Христос. До свидания. Аллилуйя.